Друзья, я очень вас прошу поблагодарить Татьяну за эту замечательную организацию. Ну а я в свою очередь, конечно, говорю всем, что вы пришли. Спасибо вашу, прям большая благодарность. Так много людей, счастливых лиц, которые сегодня отступаются, получат прекрасные новые интересные знания, которые потом будут воплощать. И наш сервис в Москве, и потом в России станет выше, качественнее. Безусловно. Просто вы крестьяще. Спасибо тебе большое. Друзья, у нас в любом случае есть некая традиция. Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что меня зовут Роман Дусер. И сидя в кресле председателя правления банка, я испытывал колоссальную неудовлетворенность. И мои близкие друзья, которые находятся здесь, узнают об этом. И они мне говорят, слушай, ну вот слушай свое сердце, старайся делать то, что на самом деле тебе больше всего хочется. И как-то я взял его и послушал. И вот уже два года я делаю проект «Бизнес-завтрак». Здесь в зале есть даже коллеги, с которыми мы работали. И я надеюсь, что скажут мне, как руководители, только хорошие слова. Хотя бывало разное у нас на работе. Но я хочу сказать следующее. Джон. Did you hear the music? Я проектный музык. Надо ее выключить. Таня, сделай, пожалуйста, чуть потише музыку или вообще ее выключить. И вот два года мы делаем этот проект. За два года мы научились фактически жить в интернете. И я там живу. То есть я переехал в интернет и в свой офис, я переехал в интернет. Потому что для того, чтобы разобраться, как это все работает, как устроить социальные сети, ты должен это сделать сам. Когда я сейчас разговариваю с топ-менеджерами касательно их интернет-сайтов или их систем продвижения, я понимаю, что никто из них, 99%, сам никогда не занимался. Ни своим сайтом, ни своей системой, никогда не заходил на страницы соцсетей. И это на самом деле получается сайт руководителей службы маркетинга, руководителей службы там. Кадровая политика – это политика руководителя по персоналу. Мы забыли, что самое главное лицо в компании – это CEO, это главный HR, это главный маркетолог, это человек, который должен это все отздавать для того, чтобы быть успешным. И вот на самом деле мы сейчас знаем, как сделать так, чтобы в компании люди понимали, что происходит внутри и что происходит снаружи. Очень важно. Сегодня конкурентная борьба идет не между конкурентами и компаниями. Конкурентная борьба идет за потребителя. Как потребители воспринимают компанию, настолько она и успешна. И если сегодня, соответственно, интернет каждый человек получил свою трибуну. Если все говорят о компании разные, нет единого позиционирования компании. Очень важно, чтобы все вовне воспринимали компанию однородно. Не менее важно, чтобы компанию внутри воспринимали однородно так же. Именно для этого должна быть HR политика. И если вам это все интересно, то каждый наш бизнес-завтрак посвящен тому, как это сделать лучше. А мы, соответственно, становимся с каждым бизнесом все более и более экспертными для того, чтобы помогать вам в вашей компании. Спасибо. Это была маленькая моя презентация. Теперь, по нашей доброй традиции, для того, чтобы мы понимали, кто здесь с нами присутствует, мы знакомимся. Но, ввиду того, что количество знакомившихся и количество людей, которые хотят с нами познакомиться сегодня, чуть больше, чем обычно. А кто с нами бывает, мы находимся на втором этаже, там такая камерная атмосфера. Давайте выбросим. Почему это очень важно? Потому что мы вчера, когда с Джоном ехали в отель, он спрашивает, как мы сегодня построим нашу работу. Я сказал, что мы обязательно услышим, кто пришел к нам сюда. Почему? Для чего? Что вы хотите услышать? Ведь на самом деле, сегодня наш семинар будет состоять из двух частей. Первая часть – это бизнес-затор, где мы с Джоном будем общаться, рассказываем его историю успеха, поговорим о его системе, о системе стратегии в области сервиса. И будет вторая часть, где Джон даст глубокие понимания того, как на самом деле это работает. Поэтому постарайтесь взять все максимум. Если вы остаетесь на утро, постарайтесь взять все максимум из этой части. А все, кто с нами будет целый день, я надеюсь, мы продолжим еще и усновать это более насторочно. Мне очень приятно приветствовать здесь VIP-гостей, которые у нас сегодня присутствуют. Я с большим удовольствием представил Лоурен Сарайта, моего соседа, моего коллегу, человека, который в Московской школе управления Сколково придумал и создал настоящую стартап-академию. Это действительно американская стартап-академия, потому что дух Лоуренса присутствовал там. Сегодня у него свой собственный проект. Это ланч-гуру, стартап-академия тоже. И я очень рекомендую всем, кто хочет инвестировать деньги в стартапы, или хочет понять, как работает стартап, пожалуйста, Лоурен, здесь. И он с удовольствием ответил на все ваши вопросы. Я с немедленно и большим удовольствием представил Александра Левитарцева. Это уже стал наш, так сказать, спикер, который уже ровно год назад фактически Александр сделал здесь у нас бизнес-завтрак. И все спикеры, которые приходят к нам, они попадают в наблюдательный совет бизнес-завтрака. Вот, и тема партизанского маркетинга, на мой взгляд, в падающей экономике, в стагнирующей экономике, это самое важное. Вот, если я так понимаю, что и у вас есть уникальная возможность, Александр редко бывает в России, мало того, редко в таких открытых мероприятиях, есть уникальная возможность просто лично познакомиться, прикоснуться к линейке, потому что действительно человек создал это понятие партизанский маркетинг. Дорогие друзья, у кого есть боль какая-то в области клиентов, давайте с вас начнем представляться, чтобы вы рассказали, что у вас болит, что вы хотите узнать, из какой вы компанией, кто хочет. Да, Алмир, привет. Сейчас, О, Лена, Лена, секунду, да. Да, давай, говори. Есть небольшой подарок, кстати. Да. Вау! Давай, быстренько, быстренько, быстренько фотографию, Джон, да. Надо пользоваться моментом. Это, кстати, одна из ключевых задач вообще в нашей жизни. Ну, мы не пробовали. Только по-русски. А, у нас несколько тысяч пользователей на сайте OnTheList и несколько сотен тысяч пользователей на сайте executive.com. Это владелец executive.com. Вот, поэтому доставить какой-то сервис в такой большой социальной сети – проблема. Об этом будем сегодня говорить. Отлично. Спасибо тебе большое. А, Лера, твой вопрос. Да, и представься, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Остайпенко Елена, кадровое агентство в области талантов продаж. Мы устанавливаем связь с людьми при собеседовании, раскрываемые, дружественные, а потом нам приходится им отказывать. И мне очень хочется знать, а вот как это все-таки? Любой отказ – это не есть. Да, хорошо, и человек воспринимается, как нам это делать, чтобы долго-долго с ними дружить. Окей, отлично. Да, здрасте. Меня зовут Виталия, это Сергей Хитров, опишу нового формата Куда Гол. Мы, соответственно, добились хорошего результата в России. У нас там порядка 100 тысяч посещаемости ежедневной. И сейчас мы запустились в Нью-Йорке, Сан-Франциско, ну, в Штатах. И столкнулись, что там немножко другой менталитет. Вот, и хотелось бы получить какие-нибудь советы, как лучше там продвигаться в интернете. Вот, я не знаю, может быть, какой-нибудь тонкости или секрет. Может быть, опыт просто какого-то взаимодействия, да? Да, ну, было бы классно. Хорошо, спасибо, ребят, кто еще хочет представиться и рассказать. Да, конечно, да, здравствуйте, я вижу, вижу. Всем доброе утро, меня зовут Авиона, я индивидуальный предприниматель. В настоящий момент у меня свой собственный бизнес-проект, и я занимаюсь тем, что экипирую футбольные команды. Вау, как он! Но, хочу заметить, почему я нахожусь здесь. Чуть-чуть пометенее, даже переводчик надо вести. Почему сегодня я нахожусь здесь? Дело в том, что, Джон, вашу книгу, с вашей книгой «Качественный клиентский сервис», да, я познакомилась лет 7 назад, этой книгой вдохновилась. Тогда я еще была, на самом деле, наемным сотрудником, наемным работником, и сразу поняла, что ваши взгляды я разделяю. На самом деле, сегодня у меня очень много вопросов, которые я, ну, чуть позже задам, и хочу сказать, что у меня здесь другой бизнес-проект, который, в том числе, связан с качественным клиентским сервисом, именно поэтому сегодня я нахожусь здесь. Какая боль есть у вас, чтобы вы хотели реально услышать? У меня, на самом деле, много вопросов, но есть… Сам, сам. Ну, могу привести пример, да, то есть, зачастую я, на самом деле, довольна клиентским сервисом. Довольны ли эти клиенты? Да, мои клиенты, да, я хочу сказать, что в рамках своего проекта, да, я всегда, ну, уделяю большое внимание клиентскому сервису, да, что касается каких-то сторонних организаций, да, то есть, ну, вот, приведу пример, да, буквально недавний случай, когда мне пришлось столкнуться с негативной ситуацией, да, откуда у меня есть такой негативный опыт все-таки, да, то есть, когда я отдала свой ноутбук в ремонт, да, и долгое время я звоню туда, да, то есть, менеджер, мастер, и до сих пор в течение, там, месяца мне его до сих пор не могут вернуть. Вот именно в вашей компании, какая есть проблема, вот именно в вашей компании? А у нас довольные клиенты повторные, потому что вопросы будут чуть-чуть. Хорошо, пожалуйста. Андрей Ахонин, там по-говорю, Марк. Вопрос следующий, как сделать так, чтобы стандарты обслуживания клиентов не просто существовали, а у сотрудников не было выбора, чтобы они не могли не выполнять эти стандарты? Расследие, пусть. Как делать систему, чтобы стандарты выполнялись, 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 выполнялись. Кажется, ноутбук. То есть, чтобы система ехала по рейтсам? Да, конечно. Окей. Еще раз, здравствуйте. Бизнес-процесс. Петров Михаил, компания Альянса, страхование жизни. Лучший страхорщик. Ну да, лучший страхорщик. Я член Международной Ассоциации, и слово ВАУ-сервис знаю, и много от коллег своих из-за рубежа принимаю, и оказываю ВАУ-сервисы. То есть, знакомлю людей, делаю какие-то пересечения, там тоже обедаю, там завтраки и так далее. Но мне кажется, что интуитивно, что я, может быть, здесь доберу где-нибудь еще там 60-70% от того, чего я не делаю. Боль какая-то. Боль то, что мне кажется, что нужно что-то такое совсем ВАУ-делаю. Чтобы они давали больше рекомендаций. Например, вывезти их куда-нибудь там за границу, бесплатно за случай. Ну, что-то типа этого. И чтобы они после этого не заплатили. Друзья, еще кто? Миккел, 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 when people brace your hand, it would be helpful, if they said their name first. Окей. Обязательно называйтесь в архею, если вам имя. Пожалуйста. Вы имя не обязательно, главное имя. Делайте свое имя. Да. Доброе утро, коллеги. Сергей Локер. Сергей. Наша компания занимается реализацией новостроек и консалтингом и выживанием Симонсовского региона. И нам бы хотелось узнать, как делать лучшее взаимодействие с B2B сообществом, взаимодействие не только со спросом, но и с бизнес-аудиторией, чтобы привлекать партнеров и клиентов на консалтинг и на реализацию любых проектов. Окей, отлично. Еще кто хочет представиться? Да, пожалуйста. Поручки, пожалуйста. Меня зовут Дарья, у меня онлайн-школа по изучению японского языка и меня интересует, как можно передать этот вау-сервис и вообще сервис при онлайн обучении. То есть это не живой, это онлайн. Какие могут быть фишки, идеи, как дать клиентам, ученикам ощущение, что вот у них классный сервис и чтобы они приходили. Вам самой какой, например, сервис, когда вы что-то покупали, показался вау в области интернета, ну вот российский или зарубежный аналог? Надо подумать, я сразу не могу спросить. Окей, хорошо. Спасибо. Еще, друзья, кто еще хочет представить? Да, да, да. Меня зовут Наталья, обучаю бизнес-консультантов в сервисе, то есть в сфере услуг. У меня есть вопрос, можно ли поделиться какими-нибудь фишками в консультанте с той стороны, чтобы что-то в России внедрить для своих консультантов? Окей, хорошо. Да, пожалуйста, еще. Да, пожалуйста, конечно. Меня зовут Александр, я занимаюсь образованием за рубежом, то есть мы отправляем студентов, детей из России обучаться за рубеж. Основная наша боль такова, что, к сожалению, мы являемся заложниками поставщиков услуг зарубежных. Иногда они, к слову, нехорошо что-то делают. Со своей стороны, мы, считаю, оказываем прекрасный сервис здесь, но вот не можем контролировать до конца своих партнеров. Значит, как поставить партнеров, чтобы они оказывали? Ну, даже, наверное, не в этом вопрос, а как, может быть, за счет компенсации, да, можно было как-то снивелировать? Не платить им деньги? Ну, может быть, да. Окей, хорошо, отлично. Друзья, еще более активно, это же единственный шаг в жизни такой представитель. Здравствуйте, меня зовут Алексей Пешаров. Я профессиональный директор и проводит с учеными клиентами кадрового агентства Retail People. Мы занимаемся подбором персонала. Если кто-то знает, что является диспредуров. Вопрос такой, как можно, скажем, подтолкнуть человека на более быстрое принятие решений, потому что проблематично. Когда идет очень длинная цепочка связей в компании, на первых диспоблематично находить. То есть, как этот процесс может ускорить, до кого нужно повлиять и надавить. Что-то, смотрите, у нас какая интересная штука получается, да. Вот мы сейчас говорим о своей боли. И у нас все-таки глаголы, такие действия. Надавить, заставить, там что-то еще, да. Интересно, вот прям такой срез. Друзья, еще у нас есть 10 минут, чтобы попредставляться. Кто хочет рассказать о себе? Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Мы представляем вместе с коллегой сеть стоматологических клиник Интердентес. Это одна из крупнейших сетей в Подмосковье. На самом деле, у нас разработаны стандарты качества. Мы их применяем уже очень много лет. Но мы хотим сделать наш сервис уникальным. То есть, мы хотим, чтобы те пациенты, которые обращаются в наши клиники, не обращали внимание на деньги, а уходили довольными. В этом случае сразу вспоминается, вот помните, фильм, Иван Васильевич меняет профессию, да, когда шпак там отбивал. Что-то в этом роде. Друзья, еще, пожалуйста, доброе утро, да. Меня зовут Артем, мы продаем бульдозеры и спецтехнику, да, из Китая преимущественно. Помимо технического сервиса, хотели бы для удержания доходности на падающем рынке расширить наш ВАУ-сервис, либо его претворить. А можно спросить, а кто целевой портрет вашего покупателя? Кто покупает бульдозер? Ну, реально, кто принимает решение по покупке? Ну, наша техника работает как на крупных, федеральных. Можно я спросить что-то по-другому? Вы в компании какая ваша долга? Управляющая. Вы с клиентами никогда постоянно общались? Постоянно. Кто у вас купил последний бульдозер? Компания Подмосковья. Человека идентифицируйте, который принял решение? Ну, как я примерно, если это визуально, внешне. Что бы для него являлось ВАУ-сервисом? Вот представьте его со своей стороны. Вот разверните себя. И смотря на себя, сказали, вот я ему оказал ВАУ-сервис? Стараюсь оказывать, да. Ну, нужно еще больше. Нужно еще больше. Фишки, как все говорят. Хорошо. Спасибо. Друзья, кто еще? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я работаю в инвестиционном парке. У нас огромное количество частных инвесторов, которых мы знаем, что довольно интересные моменты. Какие деньги, сколько они там будут и так далее. Но нам интересно измерить качество нашего сервиса. Понять, что мы можем для них сделать. Какого, чтобы отличаться от наших сервисов? Не говори Джоном, сколько бы нигде. Еще, пожалуйста, друзья. Да, да. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Александр Жак. Я из Стонии приехал. Ух ты. Откуда? Мы работаем над тем, как, наверное, от клиентов получить именно тот самый вал эффект. Потому что, когда приходят именно техники, например, клиентов конкретно, то потом приходит обратная связь, что там что-то они все-таки не дотянули, как говорится. И из примера хорошего именно сервиса был, когда мы именно были в круизе, именно от американской фирмы. Ну, там было так, что там, в принципе, даже когда продают, настолько комфортно, настолько классно, что ты просто хочешь еще и еще, чтобы продавали продаж с тобой. Спасибо. Окей, спасибо большое. Да, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Я управляющий рядов предприятий, товары промышленного значения в России и завода планов по производству продуктов питания. Вопрос такой, как объяснить своим сотрудникам, и в том числе, и в России, что заплату и платят не от цены, это не директно, а заплату платят потребителей, которые покупают продукции. потому что, ну, даже первая. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Так, сейчас, на секундочку, я приглашу своего соведущего в этот момент. Друзья, встречайте, Андрей Фарабелло. Друзья, еще, откуда мы, где мы работаем, какие отрасли, пожалуйста. Да, не стесняйтесь. У нас никого нет от корака, а нет от коробки на управляющий директор компании «Осехвестеля» ведь тренинг и консалтинг. Мы занимаемся именно сервисом, гостопримством, отелей, ресторанами и с Джоном уже знакомы. Стараемся, действительно, его культуру, которую он продвигает, именно продвижить ее в России по отелям и по ресторанам. Отлично. Извините. А с какой страны? Я сама из Македонии. Ох ты, класс. Друзья, еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Катерина. Как раз разбавлю индустрию, потому что я из индустрии красоты. Это салон красоты. Такая красивая. Ну, как. Все ведь. И основной вопрос заключается в том, что, к сожалению, такой момент наступает, что чем выше профессионализм стилиста, тем ниже уровень преподнесения сервиса. То есть, чем больше он работает руками и качественно, и он забывает оказание любви и гостеприимства именно гостю. Вот как с этим вопросом могут быть решения? Спасибо. Друзья, у нас осталось пять минут. А давайте теперь, Андрей, может быть, ты что-то хочешь, чтобы спросить у людей, чтобы дать больше Джону информации для формирования его выступления? Мой вопрос, он такой. Теперь с точки зрения потребителей сервиса. Когда мы, когда вы являетесь клиентами, в каких услугах, в каких продуктах, в каких компаниях сервис вам наиболее важен? Это вам вопрос. Да. Ну, давайте, давайте. Отвечаем. Серии услуг. Серии услуг. Серии услуг. Да. Еще. Об устройстве дома. Отлично. От мужчины интересно слышать такой ответ. Телекоммуникация. Сотовая связь. Отстой. Сотовая связь. Отстой. Банковский сервис. Например, Райфайзенбанк. Люблю Райфайзенбанк. Райфайзенбанк. Он говорит, что если бы это было гостиница в Миннесоте, нам давным-давно о том против. Правда? Триджейдж. Ответ в ней. Последнее то, что я хочу сказать и уже передать слово Джону. Давайте попробуем сейчас поднять руки, чтобы понять, из каких сфер бизнеса. Итак. Производство. Кто что-нибудь производит? Производство две руки. Кто розничная торговля? Одна рука. Кто оптовая торговля? Отлично. Кто оказали услуг, любых услуг для населения? О, сервис. Отлично. Ну, собственно говоря. А кто в рынке обучения? Есть такие, да. Отлично. Таня, у нас есть два места здесь свободные, чтобы можно просто попросить людей к кому-то пересесть или кто тебе больше нравится налить места. Люди заплатили, но не пришли. Друзья, большое всем спасибо. Давайте поблагодарим вас за нашу инвестицию. И теперь я хочу спросить вас. Здравствуйте, Джон. Мы не могли бы рассказать пару слов о себе. В 70-м году я начал свою компанию. Вот, основал свою компанию. И вы, конечно, наверное, родились в то время. Вот. Это было давно. Мне было 22 года в то время. Вот. Работал, естественно, на разные компании. Вот. Я занимался продажами. Вот. Естественно, тоже, так сказать, пытался заниматься самоулучшением, то есть самообучением. Вот. И тогда много, в общем, было, знаете, это теория, там, самоограничениях. Я пытался, как себя, по максимуму, вот, как-то раскрепостить. Вот. И я помню, у меня брат был, который подавал разное оборудование, вот. И прошло две недели. Я думаю, ну, а что я тут мелочусь? Ну, попрошу-ка я добавки к зарплате, вот. И, соответственно, мне дали, там, 20%, но добавка мне не понравилась. Я ушел. Вот. Им это не понравилось. Вот. Затем я решил перейти в бизнес уже. И помню, в первый месяц я зарплату 600, с чем-то. Долларов, что ли. И это было очень мало. Я почти голодал. И я понял, что нужно меняться. Вот. Либо, то есть, нормально делать бизнес, либо, естественно, на кого-то работать. И я перепугался, не на шутку. Вот. Потому что мне хотелось сегодня 20-го года. Мне очень хотелось, чтобы моя компания была успешной. И вот как-то так получилось, что, ну, началось работать. Я не знал, как продавать. Не умел это делать. Вот. Я подбирал курсы, самообразование, саморазвитие. Вот 40 с лишним лет назад, знаете, это. Сейчас там люди платят 2-3 тысячи долларов. Такие, да. Ну, это, в основном, для старых людей было. Да. Мне 22 года. Потом представьте себе. Вот. Вам 22 года. Да. Вы пытаетесь продавать такие волшебные, что называется, пакеты о том, как быть успешным. Вам все 22 года. Человек смотрит на себя и думает, парень 22 года, он продает пакет программ по названию, как стать успешным. А он сам-то какой. Поэтому, как бы, продавать я не умел, естественно. Вот. Я, естественно, прочитал все книги по продажам, которые только мог найти. И начал стать преподавать в этом, в этой области. Начал преподавать в продажах. И вот с 22 лет я прочитал по одной книге каждый месяц по саморазвитию. Вот непрерывное. Самое важное, что у вас есть, да, это то, что тут между, между ушами находится. Да, соответственно, все, что вы можете сделать на вас, для себя, да, для… Клонировать вы себя не можете, естественно, да. Можно обмануть других людей, но себя вы не обманете. Потому что самое важное – это то, что у вас между ушами. Поэтому вы делаете все для развития того, что у вас здесь находится в центре. Вот. Поэтому… И… На самом деле, вот, что вы верите, так вы себя и провестили. По-моему, вообще 25 лет, я тратил 500 лет, 500 долларов. Я три года, три-три-три дня, практически, сделал курс чего-то боевого. И сегодня сколько? Может быть, за такой курс только 2-3 тысячи долларов. Тогда 500 долларов. Это стоило. Но я всегда, как минимум, тысячу долларов в год инвестировал в себя. То есть, когда дело доходило до самообучения, какие-то программы, я сам себя тратил. Вот. И зачастую просто люди добиваются чего-то и перестают в себя инвестировать. То есть, инвестируют в бизнес, там, а что-то еще. Вот. Самая безопасная инвестиция – это в себя. То есть, это всегда окупится. Вот. И вот в этом плане, знаете, я всегда пытался развивать свой имидж, да, свой опыт, так сказать, развивать свои навыки продаж. То есть, как быть лидером более качественным и проще-проще. Я постоянно читал, 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 читал. Вот. То есть, я не знаю, там, пока я летаю, там, я кучу журналов прочитываю, да, ищу каких-то новых идей. Я всегда выписываю идеи, которые мне понравились, что я передаю уже своим сотрудникам. Они это все компилируют в моей презентации, потом мои презентации обновляются, я с ними уже выступаю на конференции, да. То есть, постоянно служу всеми лидерам, когда я читаю интересные книги, всегда ставлю пометки, всякие заплатки, и обязательно оранжирую книги, допустим, там, от пятерки, там, до единицы. Вот. То есть, вам не нужно слишком много идей. Есть книги, которые представляют всего одну идею, хорошую, но действительно классную идею. Поэтому, знаете, я всегда был высокомотивированным человеком. То есть, надо было, собственно, мотивация себя. Но, когда вы сравните себя с другими, особенно своего возраста, нужно не очень осторожнуть, потому что это всегда большая ответственность. Поэтому все люди, с которыми я себя ассоциировал, это люди были моего круга. И они все были обычно более успешными. Так вот, и, как бы, я всегда сравнивал себя с такими же, такого же возрастного ассоциирования, но более успешными. То есть, пытался на них равняться. Вот. Но, тем не менее, ваша среда определяет еще и ваш успех. Потому что есть люди вокруг окружения вашего, которые тянут вас вниз. Вы знаете, как хомут на шее. Да? То есть, не знаю, там, допустим, говорят, слишком молодой, слишком старый, слишком белый, слишком черный, слишком такой, слишком секой. Постоянно какая-то вот эта вот скроет атмосфера, которая кто-то сомневает. То есть, ассоциироваться с теми людьми, которые очень успешны, максимально успешны, которые разделяют ваши взгляды, ваши ценности, ваше видение. Это критически важно. И такие люди будут вас поднимать. Понимаете? Такие люди говорят, да, мы в себя верим, мы хотим, чтобы ты добился успеха. Вот такие люди вам нужны. Поэтому люди, с которыми я себя ассоциировал всегда, это люди, которые просто, знаете, несколько световых лет, да, впереди меня были. То есть, просто люди, которые, что называется, знаете, кругами могут бегать вокруг меня. Да. Настолько они лучше, чем я. Вот. Один мой друг в Казахстане, да, супер богатый человек. Да. А когда люди говорят, будьте реалистичны, будьте реалисты, что делать в таком случае? Да. Если вам говорит, что это очень успешный человек, то, в принципе, от него такое странное услышать. Здесь можно быть осторожным. Понимаете? Если вы своим друзьям говорите, например, что у вас какие-то вот мечты есть, да, вы им рассказываете, я хочу быть там-то и там-то. И сказать, да, дорогой мой, ты же понимаешь, это же Россия. Тут же у нас особенная ситуация и прочее. Поэтому, знаете, мне очень повезло. Отец мой умер в 7 лет. Я рос с мамой. И во многом я как бы ей отдаю лавры из-за своего успеха. Вот. Моя мама с нами говорила, что я буду успешным. Она всегда в меня верила. Вот. Поэтому нужно быть очень осторожным, когда вы делитесь своими мечтами, да, и с кем вы ими делитесь. Да, если вы обучаете себя успешными людьми, да, они никогда вас не будут затыкать. Они никогда вас не будут принижать. Да, другое дело, что, допустим, делитесь, да, и если вам, допустим, какую-то спешную идею дал такой человек, внедряйте ее. Фол Майер. Один из самых спешных людей, которых я когда-либо видел вообще. Потрясающий человек. Да, очень богатый. Он говорит, что... Он обращался с этим всего к двум людям. Один из них я. Он говорит, я читаю эти, я слушаю, что говорят, записываю все это, внедряю. Вот. Я помню, когда мне было... Мне было 22 года. У меня было всего 2 тысячи долларов в кармане. Я хотел быть миллионером. Вот. Я следовал его советам. И... Многие говорят, допустим, инвестируй сюда, сюда. Свои денег у них нет. Да? То есть, что здесь чужими деньгами инвестиционным банкингом занимаются. Поэтому здесь тоже нужно быть очень осторожным. В плане того... Чей совет вы слушаете? То есть, вопрос, опять-таки, да? То есть, о чем я говорю? Кто на вас влияет? Да? Допустим, многие из вас, например, услышали с тем людьми, условно говоря. Да? То есть, кто-то из них, может быть, имеет какие-то там привычки вредные. Там алкоголь, наркотики, там, не знаю, еще что-то. Может быть, они там просто негативят очень много. Да? Да? Все мои друзья, они были на 20 лет старше, чем я. И все очень богаты. Я был сам молодым в нашем круге. Это очень важно. И нужно постоянно развивать себя. Постоянно давать все больше и больше и больше. Это требует от себя. Успешные люди постоянно, как все называют, и хотят помощи, и им готовы помочь. Поэтому идите к успешным людям. Просите их помочь вам. Спрашивайте их совета. Хотите быть хорошим продавцом, например. Что нужно делать в таком случае? Потому что большинство их продает. Так или иначе. Начинаете книги читать. О том, как правильно продавать. О том, что это успешная продажа. Да? Не то, что могу книгу прочитать и все. Ой, я прочитал книгу по клиентскому сервису. Все, теперь успешно. Ничего подобного. То есть, не ограничивайте себя. Ходите во все семинары. Такие, как у меня. Там еще какие-то. Все, что вас развивает и раскрывает вас. Не останавливайтесь. Не ставьте себе этот потолок. Понимаете? Манипулируйте своим сознанием. Контролируйте его. Да? И тогда вы увидите, что чем вы не знаете. Допустим, там салон красоты. Мода. Там конкурсы красоты. Да? Кто там хоспиталити. Там рестораны. Он должен быть лучше, чем другие. То есть, не ставьте себе потолок. То есть, потолка нет никакого. То есть, я спрашиваю тебя, что я могу сделать. Настолько лучше, чтобы просто все офигели. Понимаете от этого? Вот такие вот навыки вам развивать в себе. Вот это очень важно. Потому что, когда мы говорим о клиентском сервисе, от в отношениях с клиентами. То есть, нужно, конечно же, иногда быть подлизой. Иногда нужно за то, чтобы человек почувствует себя особенным. Одним единственным клиентом. Кстати говоря, все продавцы, они все циники. Просто вот. Но, тем не менее. Да? Вот. Не знаю, почему так. Потому что продавцы, они работают с комиссией обычно. Но возьмите любой бизнес. Вообще любой бизнес. И возьмите продавцов Salesforce, да? Как правило, да? У них там творится такое вообще. Возьмите топ-10 продавцов, да? Но они действительно умеют делать качественный клиентский сервис. Остальные все, 90%, там никакой клиентский сервис вообще. Поэтому, когда вы поднимаете трубку, да? Если вам звонят, возвращаете звонок. Не знаю, обязательно объяснить. То есть, держите этот контакт. Продавцы, к сожалению, большинство не умеет продавать. И клиентский сервис у них просто никакой. И очень важна ваша целостность, ваша честность. Очень многие люди сделают все возможное, чтобы получить свои деньги. Да? И при этом, они много не обещают. Они много не обещают, но ничего не происходит. Поэтому это называется ваша целостность. И люди, которые просто врут в глаза. Просто просто. И для них это нормально. Это их стандарт. Все равно это обязательно накроет однажды. Понимаете? Потому что чем вы честнее? Человек это всегда чувствует. Ваше честность. Это ничем не заменит. А другое, если вы говорите, я вам честно скажу. На самом деле, уже врете. Да ну, о чем мы говорим здесь тогда? В чем разница между вашим словом красоты и стандартами другими? Все, кто? Клиентский сервис. Сто процентов. Клиентский сервис. Правильно? Потому что педикюр можно где угодно сделать. И сервис на радио, оно на этом работает. Работает по честности. Поэтому, например, на компании, там, нормальные, надежные, прочие. Хорошая компания. Все у них отлично. И я весь свой бизнес создал вам практически. Как можно мне дать? Говорит, это все. Репутация фактически важна. Поэтому, зачастую, мы настолько думаем о бизнесе и о деньгах, потому что мы начинаем забывать о качестве, о долгосрочной репутации, о том, как о нас говорят, о том, какую наследие мы оставляем. Поэтому, должна быть целостность. Должна называть свою личность. И, кстати говоря, это, думаю, подойдет аудитория, как вы здесь. Как вы выглядите? Как вы одеты? Какой у вас галстук? Какая рубашка? Какие туфли? Какое платье и прочее? Вы, как идеал, успешный человек. Да? А выглядите вы как? Да? Вы правда? То есть, физически. То есть, случайно говорят по одежке. Это очень важно. То есть, не знаю, там, начисленные у меня туфли, в конце концов, да? Хорошие у меня там... Да, многие думают, я такой гуру, да, и поэтому мне пофиг, как я одеваюсь. Посмотрим в США. Да, люди ходят, мочалка на голове какая-то, не поймешь, что. И, понимаете, честное слово, я вот в Россию приезжаю, я просто счастлив. Люди приезжают. Замечательно. Вот. Вот. Недаром же это, Жанна Пульготили, потому что если был бы... Ну, сами знаете. В общем, женщины, особенно в России, вот они себя... Вот. Заботятся о себе. Поэтому, вот это первый момент истины, да? Когда встречается клиентом, ваша прическа, одежда, там, лишний вес, на лишний вес. То есть, полный пакет, что называется, да? То есть, все важно. Нет ничего, что не важно. И над всем этим нужно работать. То есть, тоже нужно засос навыки, да? То есть, способность коммуникации, мнение, слушать, прочее. Ведь решение клиент принимает за секунду буквально. Самое-самое первое вот это вот решение. То есть, либо вам доверяют, либо не доверяют. Все. И все продавцы так или иначе, да? Понятно, продавцам по определению не доверяют. Правильно? Потому что, если приходят непонятно, то естественно, он пытается тебя разводил и не разведешь, да? Вот, поэтому вам по определению приходится его… Была телефонная компания у меня, да? И я пришел на CenturyLink. И, да, продавец там был просто вручь, и сукин сын, что называется, да? И я позвонил компанию через неделю, и говорю, я не хочу больше пользоваться вашим сервисом. Я возьму другого оператора. Вот она говорит, а у нас трех лет не так. А я не подписывал трех лет не так. Я не знаю, кто он подписал. Ваш продавец, наверное. Который… Вот этот человек, который должен быть в Москве, у нас такой очень наплышенный. Говорю, говорю, да. Ну, окей, я скажу следующее. Вот, я напишу письмо государственной комиссии. Вот. И просто пришлось, что называется, их загубить публично. И в итоге нас испугались, что придет государственная комиссия, они расторгали контракт трех лет. Так вот, что самое интересное, в этой отрасли люди вруют. Все, что угодно, сделаешь, чтобы продать. Вот это плохо. Это же вторая компания, с которой у меня такой опыт. Просто качество хреновое. Там, не знаю, там, связь обрубается постоянно, там, ненадежная. Я не могу. То есть, гигантская компания, при этом качество сервисов никакое. Телекционная мига. Вот. Поэтому мы говорим о «Вау-сервис», да? Что такое «Вау-сервис»? А, естественно, очень немногие компании действительно практикуют это на деле, а не на словах. Вот. Относительно небольшой процент. Ну, так сказать, надеюсь, ответил на вопрос, да? Какой-то роман, да? Естественно. Если бы этот «Радисонславянский» был в Миннесоте, они бы уже давно обанкротились. Да, я не знаю, сколько они берут там? Никита здесь? Нет? Нету. Неважно. 300 до сколько у нас, сколько у нас номер стоит в отеле? 10 000, да. 300 долларов за ночь. Ни хрена. За «Радисонславянскую» 300 долларов. Я вас уверен, они даже за 100 долларов, по-моему, не сняли в Миннесоте. Честно. Если бы за 50 баксов, то бы им повезло, они бы плакали отчасти в Миннесоте. Вот. А сервис никакой вообще. Но во что они инвестировали? В России. Они очень любят все вот эти вот понты. Знаете, ты ходишь туда, тут канделябры, там канделябры. Естественно, охранники везде. Охранники сами знаете в России, какие охранники стоят. И смотрят за тобой всегда. И ты как все время под прицелом. Взяли бы и выгнали всех охранников, нашли бы лишние деньги, чтобы инвестировать в себя. По крайней мере, в России еще много охранников, они все непонятно какие. Да? То есть там половина неудачников без чувства юмора и прочее. Не знаю там. Они боятся, что их в тюрьму посадят, если они улыбнутся. Странный этот пункт, когда мы тратим деньги на всех этих людей. Да? При этом от них толку никакого. Абсолютно. Но там при этом мы считаем, что их вот нужно, чем больше, чем больше статус. Понимаете, у меня охранник везде, статус. Поэтому, что я еще заметил в России. Важный такой момент. Столько накладных расходов не нужно. Конкурентоспособность ваша ниже гораздо, чем должна быть. У вас слишком много людей. Слишком много лишних людей. Да? И вы все время добавляете и добавляете людей. Я вижу, большинство из них это мертвые души уже называются. Понимаете? У вас бесполезные люди. У вас просто накладные расходы растут. Поэтому, соответственно, если вы хотите быть лучшим, То есть вам нужна сильная команда, да? Команда, которая понимает, что такое клиентский связь. Развивать сотрудников. Чтобы они чувствовали, что каждый сотрудник оценит, что он нужен. Да? Если сотрудник не реагирует, мы его убираем из штата. Правильно? То есть нужны замотивированные сотрудники. Тогда у вас будет качественная клиентская база. То есть вы не можете позволить себе рост. Особенно если вы МСБ. Вы не имеете права позволить себе держаться мертвые души на балансе. Понимаете? Это очень опасно и очень дорого. Поэтому нужно подпишитесь к избирателю. Одна есть проблема. Кстати, личная проблема такая. У меня был бухгалтер, который я хотел уволить. Ему 86 лет. Представящий человек, на самом деле. Старый-престарый бухгалтер. Вернее она, извиняюсь. Вот. Я думал, ну, так сказать, умрет, но умрет, умрет, умрет. Вот. И, так сказать, открылась вакансия. Вот. Легко говорить. Иногда, знаешь, говоришь, но не делаешь. Вот. Вот. Многие спикеры говорят мне делать. По идее, я должен был ее уволить. Я говорю, увольняйте, да? Лишнее. Что вы думаете? Я обнаружил, что она 300 тысяч долларов украла у меня за счет своей бухгалтерии. То есть, она постоянно списывала чуть-чуть, да? Ну, в общем, надо было ее уволить. Понимаете? Я говорю, что увольняйте, а сам не уволь. Она не посылала своему мужу совету. Так сказать, сейчас как бы ее судебное дело ведется. По-моему, на 5-10 лет, по-моему, не помню, насколько. Уже вот. Она все в казино разговаривала. Делала разницу на балансе. И потом шла в казино с этими другами. Вот. Одним словом. Особенно в отношении МСБ очень важно даже только качественных людей. Вот. Потом я бухгалтеров сменял как перчатки. То есть, пока я не нашел нормального бухгалтера. Не держался уже за человека. Одна из проблем. Мы держимся, думаем, ой, но этот уйдет, а может быть, вообще никого больше не будет. Если у вас 4 человека работают всего, да? Один из них мертвая душа. В чем вы так говорите? Получается очень дорогая компания. Поэтому не умолки отрезать людей, которые вам не подходят. Вот. Возьмите крупную компанию. Слишком много сотрудников работают. Слишком много лишних людей. Как минимум 10-20% рабочей силы. Это мертвые уши. Угу. 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 Мы будем смотреть, прежде всего, на прайс, и если мы говорим даже о производственных компаниях, это интересует, например, дешевый китайский продукт. Коллеги, вопрос. Как балансировать в этой ситуации? Баланс между ценой и качеством. Зеной, качеством, образованием. Хорошо. Спасибо. Чтобы не опускаться, то... Если вы идете на прайс wars, и, inevitably, your quality service will get a software. Ну, если вы посмотрите на Apple, они смогут заработать примерно 50% на все, что они продают. И они создали мощный бренд. Клиентский сервис Apple просто потрясающий. Если вы в любом Apple Store, я думаю, что, во-первых, он будет, может, раза в три больше, чем эта комната. И там, может быть, человек 15, как минимум, будет работать. И они все заняты. И они берут премию за свой продукт. Вот. Если бы у них не было такого клиентского сервиса, они бы не смогли брать такую премию. Вот. Есть компании типа Cosco. Это такой дешевый, типа, как пятерочка наша. Вот. Там 105 долларов, 130, 150 долларов средний чек. Вот. У них. Вот. И там покупают, знаете, как в метро, в Кашинкерри, да? То есть такими коробками покупают, там, не знаю, коробку горошка, коробку того всего. Вот. И есть еще Sam's. Sam's продает Walmart. Так вот. Что вы думаете? Cosco в два раза больше продает, чем Sam's. Хотя Sam's в такой же категории. В чем разница? Те дискаунтеры, этот дискаунтер. Разница в качестве сервиса. Walmart, same Sam's. Цены, там, да, главное. Понятно. Но в США, я бы сказал так, 80-90% процентов, да, все конкурируют с ценами. Это очень важно для них. Почему? То есть, что значит цены? Это означает, что мы урезаем все лишнее. У российских компаний очень много лишнего. То есть потери просто колоссальные. Большинство российских компаний смогли быть конкурентными в США, потому что у них слишком большая нагрузка. Это слишком просто, почему-то русские любят нанимать людей, да. То есть наняли кучу людей. Ну и качество сервиса тоже достаточно среднее. Поэтому высокие накладные расходы. Что? Помните, что как у форума. То есть технология повышает скорость, да, снижает расходы. К сожалению, мы пока этим не пользуемся. Есть компании, которые и технологии вроде как внедряют, но при этом очень много лишнего. Кстати, у вас потрясающий рынок. Россия – потрясающий рынок. Один из лучших в мире. Вот. Столько возможностей. Просто потрясающе на самом деле. Невероятно просто. Вот. Но не надо следовать, так сказать, российской практике, понимаете. Нужно следовать, так сказать, лучшим из лучших, да. Отслеживать и самую успешную компанию в мире. Да. И крадите их идеи. Тащите их идеи. Самых лучших. Как Амазон, например. Да. 74 миллиарда долларов в продаже. 22% рост в продаж в год. И что вы думаете? Цены – это главное для Амазона. При этом, у Амазона есть два типа компаний. Потому, есть компаний, которые пытаются взять больше. И есть компания, которые пытаются взять меньше. А Амазон является является второй темы. Они пытаются покупать жёстко цар�. Компании. Большинство начал смотреть. Как с вас заяв faz fijать за то, за все, за воду, за все что угодно. То есть все что угодно. Тутbart 31% по fijам. А Амазон, наоборот. И , 라고 рассказать как взять клиента меньше. Как убрать лишний affigi also. Кон forcément invested. переносим на клиента. То есть они это все вынимают из сервиса, поэтому у них такие низкие цены. Поэтому, когда я говорю о ценах, то вопрос, цена низкая, это еще не означает, но она бывает разная, понимаете, цена цене рознь. Вот, когда у вас цена низкая, но при этом вынули все лишнее, тогда клиенту это понравится. Поэтому скорость очень важна. Качество людей. Тот же Сэм против Коско, например, просто качество людей бывает. И что вы думаете, в Коско зарплата на 50% выше, чем Сэм в США. Почему люди качественные, их меньше, но при этом они качественнее и лучше работают. Southwest Airlines, к примеру, известный дискаунтер. У них цены на 30-40% ниже, чем у любого конкурента. Но при этом каждый сотрудник Southwest Airlines, он 50% меньше, чем Delta Airlines, чем United States Airlines, другие компании, да, не все получают меньше, но при этом Southwest Airlines сохраняет своих сотрудников, людям понравится работать, а большинство других компаний их теряют, либо там работают люди просто потому, что нужно работать. Вот, опять-таки, цена, это важно, конечно, это важно. И да, нужно иметь продану линд, да, нужно убирать все накладные расходы лишние, да, но самое главное – это качество людей. Качество людей позволяет избежать из многих лишних расходов. Вот, поэтому, думаю, что вот в России главная проблема – это слишком много мертвых дух, за мертвый вес. Мы сейчас говорим, что себя наиболее ключевым фактом является правильными людьми, и они имеют огромное значение. Расскажи, пожалуйста, в своем опыте, как находить правильных людей, что с ними делать, как мотивировать, потому что для всех для нас это наиболее важно, что делать, чтобы люди хорошо работали и делали как-то. – Это хороший вопрос. Выбор, естественно, таких людей, там, один на сто, один на пятьдесят, да, вот, естественно. Большинство из нас набирают там по принципу «живое», да, «живое», ну, можешь работать нормально. И, конечно, нанимать нужно за отношения. Позовем Метробанк в Лондоне. Если вы не имеете улыбаться на интервью, вас просто туда не примут, понимаете? Они занимают не за навыки, а за отношения. Навыки они дают в ходе тренинга. Потом уже, так сказать, это приходит. Вот, когда они открыли Метробанк, у них было шестьдесят сотрудников. Что вы думаете, эти шестьдесят пришли из тысячи человек, то есть они отсели до девятьсот сорок. То есть они знают, что иметь для них очень важен. Сейчас у них тысячи пятьсот сотрудников. Прошло четыре года. Вот, они вырастили в свой штат. То есть они, это был 2010 год, июль, да, сейчас у них оборот, 75 миллиардов у них, а было ноль в десятом году. Вот, и все это крутится. У них такой реклама. Они ни доллара не потратили на рекламу ни разу. Да, пожалуйста. Виталий зовут. У меня такой вопрос. Вы сейчас рассказываете об успешных сервисах, и понятно, там уже на другом уровне идет повышение сервиса. А у меня такое ощущение, что большинство компаний, они с такой проблемой, что у них тут плохо, тут плохо, тут плохо. И, в общем, куда ни глянь, везде плохо. А как ранжировать, что первым менять? Ну, то есть, я словом говоря, первое, это что поулыбались или, возможно, там, не знаю, какой-то ремонт сделать. Ну, это метафор. Интересует именно, как это показатели, финансовые возможности. Что мы говорим сначала, что придет максимально успешно? Да, что придет максимально успешно? Да, что придет максимально успешно? И как долго это все надо делать? И, вы знаете, сколько времени ты должен спешить на решениях в вашей компании? Посмотрите, самое важное, это все-таки давать людям навыки клиентского сервиса. То есть, в принципе, можно выйти на телевидение, можно выйти в газеты, потратить миллионы долларов на рекламу. Это первый вариант. Большинство, конечно, из вас не обладает такими деньгами. Это, во-первых, первый вариант. Либо можно, значит, на сарафанном радио. А сарафанное радио вы не получите, если клиенту это не понравится. Кстати говоря, помните, кто золото получил в России у нас? Кто? В Сочи. Кто у нас золото взял? В чем спорт? В любом. Кто золото получает? Серебро, не бронзу, ничего. Правильно? Все помнят? И если вы просто пошли на Олимпийские игры, что там делали? Плевать всем. Важно только, кто получил золото. Этих мы помним. Правильно? Что вы думаете? На большинство атлетов годы отдали. Каждый день. 6-7 часов в день. Для того, чтобы выйти на минуту и выступить. И большинство их даже не помнит никто. Правильно? Вышли и у них не получилось. Вы знали какое-нибудь там пятое или какое-нибудь еще место. Да и США еще откуда. Не важно. Их никто не помнит. Всем плевать. Они годы тренировались. Вышел на свою программу, откатал, ошибся, упал и все. Никто не помнит. Гимнасты, фигуристы. Всем плевать. Абсолютно. Так вот. Вы должны быть просто супер-пупер. Понимаете? Вы должны быть лучше всех. Тогда вас запомнят. Понимаете? Вот. То есть, причем, поскольку едут команды, да? Вы должны еще и команду за собой тянуть. Это очень важно, да? А тогда дайте лучше другой, тот, который… Закончились. Да? Закончились? Вот. Поэтому не забывайте о том, что все крутится вокруг клиента. И вы зависите от самой душевой рекламы. От самой душевой рекламы – это у нас сарафанное радио. Просто. Да. Вот. Только качественный клиентский сервис. Иначе никакого сарафанного радио. Вот. Должен быть вау-эффект. Каждый день. Каждый сотрудник должен на этом концентрироваться. Вот. Я вас увереню, нет ни одного курса, ни здесь, в Москве, ни где-то еще. Который даст вам эти навыки. Навыки великолепного клиентского сервиса. Ага. То есть это именно ваша работа, это качество того, что вы делаете. Но это не означает, что нам нужно вылечить свой штаб. Нет. Ничего подобного. Вот. Вопрос в том, как себя чувствует клиент с вами. Вот. В первую же секунду вы начали общаться с клиентом. Вылазит ему на схоже для того, чтобы клиенту было хорошо. Да. Или у вас говорите, какая-то политика, мы можем делать то, не сё, вот это можно, а это нельзя. Как часто клиент натыкается на политики, так называемые. Сколько тупых разных политик по остроению компаний. И клиент не может получить такой-то сервис, потому что это запрещено правом компании. Вот. Поэтому, как правило, МСБ, по статистике, это самый худший клиентский сервис. Да. Как же так? Именно МСБ, это самое низкое качество клиентского сервиса. Потому что они все предприниматели, они думают о деньгах. Да? А предприниматель что говорит? Главное, это деньги. Не нравится? Иди нафиг. Вот и всё, это мой бизнес. Правильно? Там другой придёт. Москва большая. Вот. Поэтому, делайте всё возможное, чтобы клиенту было хорошо. Чтобы он нашёл просто состояние блаженства. Вот. Тогда сарафон и радио будет работать на вас. Сколько у вас человек? 35. 35. Вот. Ну, 35 человек. Вот. Пусть они ходят по воде. Что называется, каждый день. Понимаете чего, да? То есть, из кожи вон лезут эти ваши 35 человек. Тогда да. Тогда у вас всё будет здорово. 35 человек это уже много. Вот. И всё. И все они должны стараться. Из кожи вон лезть. Да? И всего один человек в вашей компании может всё испортить. Да? 34. Хороших, да? Знаете, как рак, да? Всё хорошее. Раковая клетка. И всё испортило. Весь организм. То же самое здесь. Поэтому каждый сотрудник важный. Пожалуйста. Ещё. Тихо. 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 Джон. Пока все молчат. А как вообще тебе пришла идея заниматься именно клиентским сервисом? Почему именно это? Ведь ты единственный человек в мире, кто больше всех в мире написал вообще об этом. То есть теперь ты номер один. Почему? Почему тогда ты сделал именно этот день? Эффект. Расскажи, что первый день, когда ты отбил свою компанию. Ну, смотрите, это был 1972 год. И я продавал мотивационные программы, курсы по лидерству и различным компаниям, ну и физлицам тоже. Ну, как стать более успешными? Вот. О том, как создать команда лидеров. И, так сказать. И, так сказать. Еще до 8. Да. 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 Большинство из вас еще не родились. Вот. Естественно. Много торопия на маркетинг. Там телереклама, журналы, газеты. Вот. Вот. И, ну, при этом качество сервиса было никакое. Вот. Вот. Я подумал. Если клиент относится с любовью, да, как он называл королева или король, да, или принц, да, тогда бизнес будет расследовать. Я подумал, почему же так? Получается, что клиентский сервис не существует в принципе, как понятие. В то время, 79 год. И, соответственно, не знаю, может быть у вас там 100 офисов, и у вас каждому из офисов там 15 человек. Они по всей стране представляют? Качество сервиса. И плюс еще ротация, к примеру, да, люди приходят и уходят. Тогда что делать? Я подумал, для таких компаний я напишу программу, которая научит людей гомонизировать качество сервиса, да. То есть, научит навыкам сервиса, чтобы не только вот для одного места, для 100 офисов, из каких-то там еще офисов, да, можно было бы это сделать. То есть, внедрение культуры, качество сервиса. Вот. И я подумал, что поскольку есть такая возможность, и она отсутствует на рынке. В 80-й год, помню, в январе как раз вышла моя первая программа на эту тему, и она просто закрывала потребность на рынке. Естественно, мы там брали достаточно много. Вот. Я помню, в 80-й год. Никто, например, не слышал о этой концепции клиентского сервиса. То есть, это была, знаете, какая-то, какая-то, какая-то новая тема совершенно, которая вообще ни о чем была в то время. Поэтому, и компания думает, что мы будем инвестировать в своих глупых сотрудников. То есть, компания не поняла этого. Поэтому, знаете, первые пять лет работы было только обучение рынка. Я работал с консультантами, с управленческими консультантами. Они считают, что это бред полный. То есть, они тратят деньги на сотрудников, на развитие навыков клиентского сервиса. Для них это можно, как же, за себя не уважать. Вот. Была совершенно отвратительная, неблагодарная деятельность. Сегодня многие люди до сих пор не хотят инвестировать в сотрудников. Именно в отношении качества клиентского сервиса. На топ-менеджментах не тратят деньги. Много денег. Но вот на рядовых клиентов, к сожалению, нет. У вас в Италии 35 человек. Понятно, что вы не самый важный сотрудник. Но при этом вы сидите здесь. И не знаю, почему интересно вы здесь. И как думают о вас, сейчас сидящим здесь, те сотрудники, которые остались в офисе. Поэтому очень важно нанимать правильных людей. И потом уже, так сказать, на этой плодородной почте послевать их навыки. Один вопрос был, как мотивировать этих людей. То есть, как сделать людей более производительным. Деньги не работают. Одинами только землями вы это не сделаете. То есть, нужно какое-то признание. Вопрос, у кого был завтрак? Кто завтракал сегодня? Кто ел что-нибудь сегодня на завтрак вообще? Ну вот, видите? То есть, признание это как еда. Моя первая программа, да, это был 1975 год. Вот. Видите, знаете, какой я уже стал? 75-й год. Блин, это было давно. Лучше, чем денег. То есть, как это сказать, с помощью признания мотивировать сотрудников. А, сотрудники должны есть. Ну, метафорически. Вы должны есть, да? В чем мы едем, да? Сумич, у вас есть дети, к примеру. Ваши дети должны есть каждый день. Правильно? То есть, признание это как еда. Еда и признание можно равно поставить. У кого дети есть? Поднимите руку. Кто семейный? Вот. Видите? О чем я и говорю. Ваши дети, что они делают без внимания? Правильно? Пытаются его привлечь как-то, правда? То есть, как-то его получить от внимания. Сотрудники как дети. То есть, им нужно признание какое-то, да? Им нужна какая-то конфетка. Вот. Их сотрудников всегда мало. Им просто еще больше и больше, особенно в российской культуре. Вот. Если вы не сделаете то, что я сказал, я вас уволю. Правильно? Российская культура. Особенно в крупных компаниях. Это не очень эффективный способ. Мотивация. Поэтому, если вы в моем офисе были, и вы увидите, что я постоянно людей, что называется, поощряю, говорю, какие-нибудь классные все у меня в своем офисе. У меня потрясающие сотрудники, да? Они все ходят, что у нас как у Христова за Пасхой. Вот. То есть, мы с ними путешествуем постоянно и прочее, прочее. Кстати говоря, каждые 30 дней у меня в отпуск. Последние 30 лет. То есть, обязательно. На Рождество куда-нибудь направляемся с ними. Таиланд там и прочее. Разные места путешествуем. Рождество много. Вот. То есть, постоянно путешествуем с ними. То есть, и это очень важно. Понимаете? Они имеют на это право. Потому что они, так сказать, делают возможность. То есть, сотрудники, вся качественная работа, на пути признания. Вот. Почему? Потому что они все. Мне нужны люди, которые могут делать работу, когда мне нету. То есть, я могу закрыть глазами им довериться. Понимаете? Мне нужны люди, которые мне сказали, он делает то-то. И они это сделают. Мне не нужно стоять над ними. Вот. Это очень важно. Вот. И за это я им даю, так сказать, бонусы, типа, допустим, в Диснейленд и прочих. У него сотрудник один, да? И я ему дал поездку, допустим, в Диснейленд, да? Он не хочет быть дорогим. Вот. И прочее, прочее. И жена тоже не хотела ее. Вот. Я ему покрыл все расходы, чтобы он поехал. Вот. Особенно, если, допустим, у вас маленькие дети, да? И вы мой сотрудник. Я там помогу с образованием. Я ему, да, там, деньги добавлю на колледж, и прочее, прочее. Вот. Потому что я считаю, что, ну, это мало. Есть человек в образовании детей. Вот. Одним словом. Как сделать так, чтобы ваш сотрудник не чувствовал себя особенным? Вот. Это очень важно. Нужно работать так и с клиентом, и с сотрудником. То есть на две стороны. И клиенты должны чувствовать себя особенным. И сотрудники тоже. Деньги, как компенсация, не работают. То есть это не все. В тех людях ты часто говоришь о том, что люди на местах, вот прямо на передней части, должны быстро принимать решения. В России боятся отдавать право принимать решения простым людям, которые обслуживают. они не могут выставить или предоставить скидку, или у него еще. Как сделать так, чтобы руководители поняли, что это очень важно, что принимая решения в момент обслуживания клиента, ты спасаешь его клиента, ты делаешь его лояльность. Что нужно делать? В чем теперь? Это то, что называется уполномочия, делегирование. Вообще как концепция. А каждый сотрудник должен иметь определенные полномочия. То есть иметь возможность принятия решения, решения клиента здесь и сейчас, не обращаясь к своему начальству. за согласование. Когда, например, я работаю с клиентами, то есть, по сути, я главный. И это будет гораздо более ценно, когда это придет от сотрудника, а не потом от уже вашего начальства. И сотрудник говорит, вот я сделаю что-нибудь не то, и я уволю. Понимаете? То есть, никогда не получите сервисного лидера без полномочий. То есть, у людей должна быть эта свобода. Это самый-самый важный человек. Вот я всем говорю, да, это ваш сотрудник. Не вы владелец бизнесом, а ваш сотрудник. Это самый важный человек всегда. Они все согласны с тем, что именно от них зависит решение. Что если сотрудник работает здорово, тогда у вас все будет здорово, как у владельца компании. И наоборот. Поэтому вы должны понимать, кто главный. Вот. То есть, уполномочивание по английским empowerment. Да? То есть, это сложно, потому что это нужно делегировать, но это критически важно для сотрудника. Вот. Об этом нужно говорить постоянно, иначе никого уполномачивания не будет. Всегда рассказывайте, что кто-то делает такое решение, допустим, сотрудника нужно взять, поставить на пьедестал, чтобы другие смотрели, что вот, он набрался храбрости, да? И сделал это. И наоборот. Если мнешь, что сотрудник, наоборот, пытается в безопасно играть, что называется, игру. Его нужно опять-таки поставить на пьедестал и рассмотреть, чтобы все видели, что так делать нельзя. Вот. Знаете, мало кто, допустим, ну, большинство клиентов, они просто молча уйдут, да? Ведь вам никогда не скажут, что вот, ну, вам не нравится мой уход. Большинство клиентов, они политически корректные, они просто молча уйдут. Плюс они не просто уйдут, пойдут на Фейсбук, пойдут еще куда-нибудь, ну, что там трепаться в том, какие вы плохие. Понимаете? То есть, мало таких, как я, это я буду кричать на все четыре стороны, что вы плохие. А большинство сотрудников, просто, большинство клиентов, они просто уйдут, в Фейсбук пойдут. То есть, я был в таком ресторане, и там было так хреново, рыба была никакая, там, северс был, тарелки были грязные, прочее, прочее, прочее. Понимаете? Попробуй отмойся от этого. Вот. То есть, это очень быстро происходит, либо положительная реакция, либо отрицательная реакция. Или, допустим, я пользовался вот такой-то, услугами такой-то и они были вообще никакие, например. И все, это вот репутация к вам прилипает. Вот. Раньше такого не было. Сейчас все в социальных медиа. А эффект, он мгновенный, он очень мощный. Вот. Поэтому, например, салоны красоты, да? Нет, там, салоны различные, там, стилисты и прочее. Зачастую, да, бывает, что кто-нибудь, что-нибудь, что-нибудь женщина говорит. Ну, мне понравилось, как вы мне сделали прическу, уплатку, например. Или, там, не знаю, колорист у вас никакой, или, там, еще что-нибудь, там, что теперь. То есть, нужно иметь возможность уполномочивания, чтобы, сказать, вы могли исправить ситуацию. Может быть, дать скидку какую-то большую, что-то еще. Иначе это будет плохо. Вопрос, который я хотела бы задать. Джон, могли бы вы сформулировать? Одну секундочку. Готовьте вопросы, друзья. Готовьте. У нас не так много. Она не говорит. Она не говорит. Она не говорит? Нет, нет, нет. Нет, это будет. Это будет. Я у меня тут так, что все, все, все. Вы не нужны. Я не нужна. Окей, я не нужна. Давай. Первый вопрос, который я хотела бы задать. Как вы формулируете для себя свою миссию и могли бы вы поделиться в порядке приоритетности своими ценностями? Моя миссия — помогать компаниям создавать эффективную сервисную культуру. Я считаю, что сервисная культура — это самый сильный инструмент развития бизнеса и питания. Достигать этих результатов. Бывает, что кто-то меня слушает, и тогда им везет. Многие читают мои книги, но они не поступают по моим документам. Есть люди, которые ходят на мои семинары, а потом ничего не происходит. А есть люди, которые принимают мои идеи, и они прорастают, и получаются очень интересные результаты. Поэтому, если я могу помочь вам улучшить качество клиентского сервиса, в целом, не только здесь, в России, но и в мире, это будет здорово, конечно. Для меня это главное. И, конечно, я очень много мониторю, статистику использую и так далее. Есть компании, которые действительно следуют моим рекомендациям, и я смотрю, что происходит. И, знаете, как только какого-нибудь финансиста поставят главную в компании, все, можно считать, что все закончилось. Кстати, я, конечно, пользуюсь финансовым показателем, потому что для того, чтобы продать владельцу компании мои идеи, они должны дать какой-то финансовый результат. Правильно же показать, что вы сделаете то-то и то-то, и выручка у вас будет такая-то, или доля прибыли будет такой-то. То есть, цифр у меня много. То есть, TPI различных финансовых показателей я использую постоянно. Поэтому, если вы, например, последите, например, вы у нас… К примеру, вот, если вы прочитали мою книгу, например, по клиентским сервисам, и следуете… Да, допустим, там, в моем рекомендации. То есть, моя вот компания страховая была. И что вы думаете? У них, там, доля рынка была 60-70 процентов. Нет другой компании страховой, нет, которая имеет долю 60-70 процентов в области стоматологии, именно из стоматологического страхования. Вот. У них 250 сотрудников. Очень… И несмотря на то, что есть, допустим, национальные игроки, но у кого нет такой доли в медицинском страховании, как у них. Вот. Именно стоматология, стоматологическое страхование. Вот. И, допустим, был опыт опросы. Тоже люди, с которыми я работал с 90-х еще годов. Это была первая компания, которая внедрила сервисную гарантию. И никто туда их еще не скопировал пока. То есть, о чем я говорю? То есть, это работает. И, соответственно, если я могу помочь каждому из вас стать более успешным, я буду очень рад. Я думаю, что это будет здорово для всей страны. Вот. И у вас всегда есть возможность быть пионером, потому что мало кто этого делает. Вопрос. Я услышал, Джон, одно из ключевых слов – доверие. Вот как доверие передать клиенту через своего сотрудника, либо ты бизнесмен, взаимодействующий? Поделите. Вы, может быть, у нас что-то слышали, 90 секретов. Я в голове записываю, записываю. В продаже доверие – это первое, самое главное слово. Естественно, если вам доверяют, шанс продажи гораздо выше. Почему люди сомневаются, если говорят, ну я подумаю, потом решу. Потому что нету доверия. Пролосцы очень много врут по природе, так сказать. Есть люди, которые ради сделки пойдут, нам плевать, что будет потом, постановит потоп, главное это продать. Такого восьмого, к сожалению. Поэтому здесь очень важно слушать, задавать вопросы. То есть слушать, задавать вопросы. Это очень важно. И, допустим, обязательно записывайте. То есть если вы сели, допустим, в переговоре с какой-то компанией, записывайте. Мало кто записывает. Допустим, вы к врачу пришли, да, и вы рассказываете к врачу, врач записывается. Он не просто слушает, он записывает, говорит, через шесть месяцев пришли, у него карточка уже вашей болезни, правильно? Вот. Соответственно, он может там открыть, а вот, вот, вот в шесть месяцев назад вы жаловались на то-то и на то-то. Сейчас вы пришли ко мне на осмотр с тем, с тем. То есть доверие приходит от умения слушать, задавать правильных вопросов, уметь дать человеку выговориться, да, дать обещание и выполнить это обещание, даже, может быть, превзойти ожидания клиента. Вот так. А доверие очень сильно насиливается, когда вы делаете больше 3 лет, чем он ожидает. Допустим, зачастую есть, конечно, в компании хорошие сотрудники, которые просто не умеют это делать. Вот, то есть, соответственно, если там обещали поставку в сторону, вроде как, там, поставка должна произойти, да, в сторону. А если она не происходит, то доверия уже нет, все. И люди, к сожалению, не отслеживают вот этих показателей в компании, не чувствуют. Да, пожалуйста, меня зовут Марина Назарокия, я консультант в бизнес-трене, и последний год я достаточно много времени провожу в Европе, и на удивление делаю вот такие проекты по сервису для крупных компаний. Для крупных компаний тезис основной какой? Вот во Франции, в том числе и в Швейцарии. Мне говорят о том, что сервис уходит из Европы, то есть во многом идет упрощение, уходит, да, вот это вот отношение к сервису как к таковому теряет свою ценность для европейских стран. Если говорить о качестве, о людях, которые на это качество смотрят, которых сервис привлекает, то смотрите в сторону России, в сторону арабских стран, в сторону Китая, Азия. Это те категории перспективных клиентов, для которых важен WOW-сервис, и вот то, что называется added value, добавленная стоимость, за что можно получить деньги. И вот на удивление то, что я последний год езжу туда, и французов учу, в частности, или швейцарцев, как индустрии, в том числе и так далее. Есть многое компании, но не будем скрывать, часть из них управляются русскими людьми. Да, так у меня вопрос очень простой. Есть ли это не внешний вид, который важен, есть ли это не отношение персонала, которое всегда важно, оно генерит вот эту идею постоянно, как сервис улучшает. Есть ли у вас конкретные примеры того, что вы называли WOW-сервисом, вот абсолютно конкретные, в разных индустриях, что вы придумали? Вот абсолютно простые вещи, да. Мы придумали там не 125 раз переодеть людей или улыбаться им, или там не заварить не чай, а кофе, или придумать там какие-нибудь травы салтая и добавлять, да. А вот конкретные кисти для вас, потому что, действительно, мы можем говорить о совершенно разных индустриях. Вот возьмите любой, возьмите финансы, возьмите, может быть, какие-то там структуры, которые работают в социальных сферах, неважно, или бизнес. Конкретные ваши, например, ну, не знаю, 3-5 примеров WOW-сервиса, которые, ну, вы могли бы с нами поделиться. Что вы конкретно придумали? Я думаю, нам всем это будет интересно, абсолютно простые вещи. Кстати, если вы прочитаете копию моей книжки, то там очень много моих примеров подобного рода. Вот, во-первых, Метробанк и Коммерсбанк. Я банками пользуюсь... Ну, смотри, во-первых, все пользуются банковскими сервисами, правильно? Все мы клиенты какого-то банка. К тому же банки должны иметь качественный клиентский сервис, правильно? Вот. Во-вторых, Плюс там у меня есть в финансовом институте, в финансовом институте, конечно, я себя предполагал. Думаю, прежде всего о деньгах. Возьмем Коммерсбанк. Мы начали в 1973 году. Вот. В США они были... Вним из самых мелких банков. У них было всего 700 рублей. Что вы думаете? Они их продали за 7,5 миллиардов долларов. Вот. У них было в активах 45 миллиардов. Они были в топ-20 уже банков. И в следующем году они были приобретены. И все сарафанное радио. Они доллар на рекламу не потратили. Так вот. Что вы думаете? Этот человек все, что в Коммерсбанк сделал, взял и переехал в Лондон. И там основной Метробанк. Вот. Это 25 июля 2010 года. 4 точки у них было в Лондоне. А вот сейчас у них 27 точек. Они собираются еще 4 точки в этом году. Вот. И средний банк в Штатах в месяц добавляет 30 новых клиентов. с 30 новых счетов. А они добавляют 750. Ну. Каждый месяц. Вот. У них там, по-моему, свыше 400 тысяч уже уникальных счетов. Уникальных клиентов. Я посмотрел на все финансовые показатели. Просто Метробанк на 20-30 раз больше на точку зарабатывает, чем тот же ТСБ банк, например. Хотя они, вроде как, обслуживают схожие сегменты не на 10-20%. Да. В разы. То есть, Метробанк со своими, там, скажем, 200 точками, которые они собираются к 2020 году. У них будет 75 миллиардов уже. 80 миллиардов с этого года. То есть, если они в Москву придут, у них будет тот же самый результат. Вот. Потому что этот Лондон, как вы знаете, второй полученный финансовый рынок в мире. Вот. Нью-Йорк номер один. А потом Лондон идет. Москва. Ну. Тоже крупный рынок. И, при этом, что они там, в Америке были успешны, что здесь. А вот клиенты. Хорошие качества сервиса. Вопрос. А чем они таким отличились от Метробанка? Секретных успехов. Посмотрите. В 10-45 утра. Вы звоните своему банку. Например. Кто ответит на телефон? Ответь мне. А если вы звоните 2 часа утра? Хотите позвонить? Я не знаю, у меня достаточно на счет. Угалите телефон. Место есть? Кстати. И нужно будет его включить громкую связь обязательно. Вот. Попробуем. Сказать. Кто знает у нас. Кто знает. Кто знает. Максим. Как его? Максим из Связнова. Максим Ногатков. Ногатков. Тридцать пять лет. Тридцать пять лет сейчас. У него 20 тысяч сотрудников сейчас. Мой друг. Банк Связной. Он обычный человек. Как вы. Только думает по-другому. Он ничем не лучше. Чем всех. Думает по-другому немножко. Попробуем позвонить. Мы позвоним в Метробанк. И послушаем кто нам ответит. Можете его использовать. Скажите. Только сразу же сделайте громкую связь. Хорошо? То есть как только пойдет ответ. Сразу громкую связь. Посмотрим. То есть в Лондоне сейчас сколько у нас? Три. 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 Три часа разница. Три часа разница. Правильно? Словно. То есть на восемь часов вторая, да? В Лондоне. Три часа разница. Так вот. Мы набираем номер сейчас. Банковские часы ввели на 8-8 часов. Здравствуйте. Мы не имеем лишний спикерфор. Они не имеют голосование. Если они обучены, то все подмотят. Но они не имеют голосование. Нет системы. У нас месяцы один, два, три. лет. То есть, если они заняты, то просто идет музыка. Вы сидите, сидите, слушаете. Так вот, отвечают на телефон они 20-30 сутки, все другие дела, сюда отвечают реальный человек. Валя, подождите, 40 секунд, и вам ответят на реальность. Даже в воскресенье, что, в принципе, эти диты В банке, знаете, бывает, что там закрываются и все, вот, жестко, например, там, опоздали на 5 минут, все, стоит охранник, говорит, извините, да, мы закроем, да, или только что охранник открывает там дверь, говорит, ой, да, пожалуйста, заходите, ничего страшного, мы с этим, что вы думаете, они открываются всегда раньше, а закрываются всегда позже, на 10 минут, раньше открываются, чем нужно, и на 10 минут позже, чем нужно. А, вот, звонили, а, у вас вроде метробанка, чем могу помочь? А, это Джон Шоу, с кем я говорю? Вы говорите с Андрю? А, у нас тут практически 5 тысяч человек, мы в Москве, хорошо, и они хотят немножко узнать о метробанке, вот, зачем мне, допустим, открывать счет с метробанка? Да, обычный счет, да, обычный счет, то зачем мне открывать с метробанка свой счет? Объясните мне, пожалуйста, кастурник банка. Скорее всего, отсоединились, блин, линия подвела, то есть, кстати говоря, можете сами попробовать, да, то есть, ну, наверное, связь просто, или, может быть, деньги закончились на телефоне. Вы можете просто дать номер телефона всем попробовать? Конечно, в качестве эксперимента. То есть, ну, идея понятна, да? То есть, они открываются на 10 минут позже, рекламы нет. Я заметил, что всегда очередь какая-то перед открытием. У метробанка такого нету, они открываются раньше, поэтому очереди нет. Так вот, возьмем розницу в США. Вот, то есть, 9, 8 часов, не знаю, там во сколько они открываются, да? 100% да, они никогда не открываются вовремя в США. Никогда. Ни разу. А метробанк открывается на 10 минут раньше, чем заявлено на табличке. И на 10 минут позже, чем заявлено на табличке. Понимаете разницу? Вот. Большинство никогда не открываются вовремя. А они, наоборот, открываются раньше. Вернон-Хилл. То есть, основатель этого банка. И коммерсбанка, и метробанк. И он понимает, что такое культура сервиса. Вот, он сейчас уже миллиард долларов исполнил. Вот. И это публичная компания. То есть, я купил их акции. Я считаю, что это хорошая компания. И я, и жена, и дети. Мы все инвестируем в метробанках. Я считаю, что они будут заразены. И благодаря просто росту котировок, кажется, этого банка, еще моим детям останется. Так вот. Например. Богатство. Насколько это важно для вас, не знаю. То есть, ориентируйтесь на сервис. Будьте лучше, чем другие. Тогда, естественно, богатство к вам придет. Деньги к вам придут. Деньги будут просто литься на вас. Вот. Я могу привести тысячу примеров. Компания за компания. Компания за компания. Ручка просто сама идет. Она как результат качества сервиса. Вот. Тогда рынок будет. Вот. Да, пожалуйста. Джон Сипан, ладно? Ага. Джон, на примере своей компании. Скажи, пожалуйста, как ты вводил KSB сервис? В плане именно обучения наших сотрудников, то есть натаскивания их на эту культуру. Ну, смотрите. Во-первых, уполномочивание. Соответственно. И одно дело, ты уполномочивание с другой стороны. Другое дело, они это принимают. Это две разные вещи. Например, сказать, принимайте решение, не спрашивайте меня. Действуйте самостоятельно. Не ждите, когда он говорит. Допустим, человек, который занимается раздействием, и это очень важно. Допустим, очень важно, там, надо продукт какой-то бесплатный дать. Мы ставим, бесплатные продукты раздаем, то есть без проблем абсолютно. То есть, естественно, никакой голосовой поста. Вот. То есть, отвечают всегда на телефон только реальные сотрудники. В общем-то, это SanchoLink, то есть мультисервис, да. Голосовая поста, я не уверен, я считаю, что это уничтожает абсолютно все. Вот, ужасно никогда не покупать этот сервис. Называется SanchoLink, вот, который дает автоматизированные ответы. Вот. У многих есть голосовая поста, правда, в компании? Самая безопасная инвестиция, да. Это, не знаю, там, там, вот кого ненавидите или хотите уничтожить конкурента, да. Предложите им мультисервис. Знаете, автоматизируемые системы ответа, когда говоришь, нажмите один для этого, нажмите два для этого, три для этого и так далее. Поэтому люди должны умеют отвечать на телефон и звонки сами. И клиентский сервис это очень-то учится всю жизнь. Вот. Поэтому, я скажу, да, до сих пор, костяки у нас, до сих пор, какие-то конфликты, какие-то идут, или там, не знаю. Это не просто, да. То есть, одно дело, просто преподавать. Эти идеи. Какое дело, делать это. Но здесь, что называется, чтобы отжиматься, нужно отжиматься. Понимаете? Просто практиковать. Вот. Естественно, чем ты выше поднялся, тем выше тебя, если я больше спрашиваю. Но клиенты всегда готовы. Вот. Они всегда будут рады. Они всегда ценят. Вот. У нас по каждому продукту есть денежная гарантия. То есть, мы гарантируем 100% возврат. То есть, компания может купить любой наш пакет. А помните вот это видео, библиотека, как его, которое у нас есть? Никита, где у нас Никита? Никита представитель сервис-классового института в России. Да. А, вот, кстати говоря. Он находится в Санкт-Петербурге, и мы все контакты тоже. Да. Вот, это просто пример, да, смотрите. Один из наших продуктов, то есть, по нему денежная гарантия есть. Что это означает? Вы купили программу, например, называется Service First. 12 DVD за самую тему. Можете скачать с интернет или же получить в таком виде. Пожалуйста. Пожалуйста. То есть, сколько у вас сотрудников в компании? 7. Да, 7 сотрудников. Соответственно, всех с ним вы можете отыскать на этой системе. Если так получится, что через сейчас интимические годы, если это не работает, мне это не нравится, я в этом не верю, вы верните продукт, мы вернем все деньги. Без проблем. И так по всем продуктам. Два раза всего воспользовались мы за десятки лет. По-моему, на 120, кстати говоря. Человек по имени Деннис, и по-моему, какой-то автодилер, что он попросил вернуться. И все. Дважды все. За всю историю. А мы продаем это по всему миру. Всего два. За всю историю. Поэтому нужно верить в то, что ты делаешь. Просто продаешь. Вот. Это действительно классные штуки. Они работают. Вот. Другое дело, да? Если у вас есть такой бренд, то это вам поможет. Не важно, насколько контракт заключается на 20 долларов или миллион долларов. Если есть гарантия, то у меня есть гарантия. Но чтобы давать гарантию, нужно верить в то, что ты делаешь. Иначе, конечно, никакая гарантия не работает. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Ирина. Европейская юридическая служба. Можно я одну секунду скажу? Ирина. А компания «Ирина» оказывает удаленный сервис юристам. Как? То есть они продают подписку на юридическую службу. У меня вопрос. Как внедрить качественный сервис в компанию, которая высокоинтеллектуальный сервис и при этом при этом занимается индивидуальными продуктами, то 30% ответов негативные. То есть вынужден юрист сказать человеку, что он не прав или что нет. Как при этом сохранить клиентский сервис и отказывать, или говоря, что клиент неправный? Правильно ли ты говорил? Ну, опять-таки, принципы одинаковые, они везде работают одинаково. как вы общаетесь с клиентом хотя бы, да? Каким голосом там? Мягким, добрым, против день, допустим, когда, допустим, нужно перезвонить, допустим, клиенту, как вы ему перезвоните? Или же, допустим, если я вам вышлю письмо с такими-то уточнениями, допустим, когда это происходит? Через пять минут, через неделю. Вот, скорость обслуживания, открытость, да? Именно слушать клиента и услышать его проблемы. Вот. И процент бесплатности, так сказать, да? То есть, так сказать, насколько добавлены в постоянный сервис воспринимается. Ну, допустим, интересный пример такого курорта, горного. Но у них вот сеть горных, да, горных, и, ну, есть люди, которые умеют кататься, есть, которые не умеют кататься. Вот. И Вейл, вот такой, вот, я там обычно провожу три-четыре обычно недели в году. И вот у них несколько тысяч инструкторов, вот, для таких людей, которые обсе не умеют кататься. И что вы думаете? Они обычно берут там два-три человека, такие группы, которым, ну, у них не получилось ничего, которые не умеют кататься. И что вы думаете? Они бесплатно учат их кататься. Вот. И стоит, например, сто шестьдесят долларов. Они делают бесплатно. Вот. Представьте, вот вы на горе, да, с инструктором. Вот. И, естественно, вы не смогли научиться, не кататься, не наложить на снообор. И тут вам приходят и говорят, давайте мы вам групповой урок сделаем бесплатный. Вот. Ну, например, есть афанное радио. Твиттер, Фейсбук, там, и прочее. И что вы думаете? Когда такие клиенты уходят после этого, да, бесплатного, естественно, они будут, а потому что, естественно, будет реклама бесплатная, сарфанное радио. Вот. На Фейсблоке, на Фейсблоке, где-то еще. Вот. Да. Поэтому спросите себя, и объясните, что вы можете сделать в своем бизнесе, чтобы, так сказать, добавленные стоимости, чтобы человек подселил, понимаете? Потому что вы же много чего можете сделать бесплатно, просто потому что у вас интеллектуальный продукт. Тем более вы можете сделать больше бесплатно. А может быть вы думаете о том, как там выжить из человека побольше. Правильный вопрос, что вы пытаетесь сделать с человеком, если вы думаете только о деньгах, конечно, это сложно будет делать. Сколько сотрудников в вашей компании? 200. 200? Много. 200 сотрудников должны как-то сделать так, чтобы когда тебе телефон зазвенел, да, или что, почта какая-нибудь, да, входящая, сказать, во, ура, клиент, да, надо радовать. Это что, блин, клиент. Понимаете? То есть отношения. И когда вы работаете у вас? Со скольки до скольки? 24-7. 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 25-7. 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 номер нажмите 1, нажмите 2, нажмите 3 нажмите 1, нажмите 4, нажмите 4 что нужно нажать? нажмите 1, нажмите 1 что значит нажать? как же так, голосовая почта снова я же говорил, нет ничего хуже нет ничего хуже голосовой почты это ужасно 48 секунд сколько времени уже прошло? ладно я основал юридическую контору и хотел бы воспользоваться вашей вы говорите по-английски? эй, алло вы говорите по-английски? 1 секундочку хорошо не работает а, просто по-английски да, перейдите себя наверное, на стороне, по-английски вы должны звонить вашу компанию то есть, очень хорошая практика звонить своей компании проверять, как они работают сейчас, подождем в принципе, я не ожидаю от них говорить по-английски потому что 99% клиентов, наверное, русские правильно? поэтому, наверное, это экзотика что-то отличный краш-тест такой ну, такой краш-тест, да, буквально можно сказать мистер Шопинг очень дорого да помните, что скорость главное да скорость допустим, в метробанке, допустим, счет открывается за 20 минут у других банк там за 2 недели скорость это, скорость это, как быстро мы отвечаем, допустим и на на так, давайте подруг алло алло я просто хотел узнать, как быстро вы ответили сможете ли вы ответить сразу или нет спасибо большое все вы знаете, я хочу буквально до сих пор сказать в ютубе и на нашем канале есть прекрасный семинар джона в Евросети и в Сбербанке так вот после того, как большим уважением я отношусь с Евгеньевич Чивас после того, как джон провел примерно такой же краш-тест через 2 дня в Евросети стали отвечать голосом то есть для такой компании огромной, как Евросети потребовалось всего 2 дня для того, чтобы это сделать ну, у Евросети и его взяли 2 часа спасибо большое вот был вопрос у девушки на заднем результате погромче по этой области из второго компания не могли бы вы отметить особенности устраивания сервисных статей на страховой компании на западе которые нас особенно засунули и что очень понравилось Ну, смотрите, если это в этих моментах, во-первых, вам можно самим попробовать, но, например, North East Delta Dental, компания такая есть. Вот, это кейс представлен в моей книге, вот, вы можете набрать в интернете, попробуйте вот эту компанию, вот, книга стоит 20 долларов, кстати, еще дешевая, можно купить, вот, ну, попробуйте эту компанию, вот, они их хороший пример передают кратить, вот, опять-таки, сервисная гарантия, они дают сервисную гарантию, если говорят, что, извините, мы не смогли сделать то, что мы там обещали, да, мы просто дадим деньги, возвращаем это все, вот. То есть, первое, что они делают, да, то есть, они должны понять, они для себя поняли, что для них самое главное, что они должны сделать прежде всего для клиента, в первую очередь. Например, первое, допустим, у вас юридическая фирма, да, и 200 человек, допустим, и, допустим, я подписался на страховку в Вермонте, где мы, да, на стоматологическую страховку, к примеру, да, вот, возьмем такой пример, вот, и, соответственно, они гарантируют, допустим, что сохранение вашей ID-карты в 18-15 дней. Я понимаю, что, допустим, на 15 день начался, да, то есть, 2 недели прошло, если ты говоришь, что там ваша там срочность карта истекла, допустим, они просто продлевают ее, допустим, или же, например, продлевают баланс на этой карте. Да, то есть, соответственно, 5 тысяч долларов, допустим, то есть, то, что вы говорите, что извините, там, срочность там истекла, они просто пополняют, то есть, полис вак страховой, понимаете, то есть, или же, вместо, там, возвращения, там, стоимость сервиса, они просто продлевают ее. Вот, еще один пример из меня, полиса, знаете, как вот, труба, которая постоянно, знаете, когда ты начинаешь, предлагая сервисную гарантию, денежную гарантию, знаете, как труба, которая течет, сразу видишь, где дырки, вот, и, вот, многие компании, именно через такую практику убирают, так сказать, все свои, так сказать, косметики, будем так говорить. То есть, ну, и клиентам, конечно, я говорю, потому что это дает им спокойствие, поэтому очень важно, во-первых, понимать, где у вас дырки, да, то есть, где у вас течет, где у вас протекает, да, и нужно понимать стратегию, то есть, как мы стратегически растем, то есть, как нам, допустим, создать самый сильный усилий стоматологии в России, да, во-вторых, это политики, процедуры, системы, то есть, все то, что, скажем, вас окружает, может быть, это, там, вы создали, или кто-то еще создал, неважно. Так, правда, мы стоим политикой, правда, потому что мы никому-то не доверяем, а мы не верим сотрудникам, мы не верим клиентам, поэтому себя ограничим этим кодексом, так сказать, корпоративным, политикам, мы знаем, что сотрудники врут, клиенты врут, все никому не верят, так далее, поэтому оградили себя, так сказать, бурократической системой, из правил положения политики, то есть, с вами должно быть легко, понимаете, нужно быть доступна для себя, пользуюсь страховкой для себя, и это сложно, да, это сложно бизнес, я согласен. Последний страховой полис, я там, я отдал это ему просто потому, что мы с ним ходим вместе на охоту, вот, мой хороший друг, вот, такой, отома, и он хорошо стреляет, вот, сюда попаляет, мы на пицце ходим все вместе, вот, поэтому я отдал ему весь бизнес страховой. Во-вторых, думайте о том, кого вы нанимаете, вот, опять-таки, сервис-ориентированные компании должны очень внимательно относиться к тому, кого они нанимают, то есть, если вы наняли бы всем не тех фортовцов, да, то есть, они становятся очень дорогими и бесполезными, вот, помимо этого, уполномачивая, опять-таки, я говорю о том, что все обязательно должны иметь возможность по моему ночью, принять решение, когда вы продаете поиск, а не в том, что, я сейчас перезвонил, да, да, то есть, а метробанк возьмем в Лондоне, да, допустим, они не имеют права говорить «нет» клиенту, то есть, это просто запрещено, то есть, и чтобы сказать «нет», нужно получить разрешение от еще двух сотрудников метробанка. Вот. А можно задать вам вопрос? Скажите, пожалуйста, у страховая компания «Сагаз», она вообще не работает на розничном рынке? Ну, то есть, ваши какие целевые клиенты? Это корпоративный клиент или ритейл? Да. И розничный. Вот давайте сегодня сейчас поднимем руки, кому придет в голову обратиться в страховую компанию «Сагаз», для того, чтобы купить себе что-нибудь? Никому. Никому. Потому что компания «Сагаз» изначально в своем названии убивает всю розницу. У нее не может быть розничной сети, потому что это надо столько вложить миллионов долларов, чтобы кто-то захотел что-то раскупить. Да? Ну, потому что, наверное, знает, у вас связи с вами, да? Но с точки зрения Траута, который говорит о том, что в сознании всего две или три идеи есть, да, при названии какого-то… Например, тебе что-то можно сделать? Ну, вот чтобы «Сагаз» туда загнать в голову людям, мне кажется, это просто невообразимо, да? Андрей, у тебя был какой-то вопрос. Джон, хотелось бы узнать, вот людей, которых мы берем, работают над сервисом, и мы их мотивируем, чтобы они делали качественный сервис, как часто нужно их мотивировать? Каждый день, каждую неделю, каждый месяц? Два вопроса, два ответа. Ну, во-первых, допустим, как часто вы, допустим, голодаете, допустим, как часто вы поститесь, условно говоря, да? Кто-то говорит, часто, да? В общем, обычно мы едим два-три раза в день, правда? Вот. Я говорю, что признание еды – это одно и то же. Поэтому вашим сотрудникам нужно признание каждый день, как и еда. И только раз в день, несколько раз в день. Вот. Учитесь их хвалить и прочее. Соответственно, если вы молодец, да, хотел бы заплатить вам еще. И вы скажете, да, конечно, а почему бы тебе не заплатить мне еще? Но если я сконцентруюсь не на деньгах, а скажу, там, вы просто супер, да, я очень ценю вашу помощь. Те же самые слова, да, буду использовать каждый день, да? Люди привыкнут к этим словам. Мне не нужно будет постоянно им платить больше. Это как хорошая еда вкусная, которую привыкли есть каждый день. То же самое здесь. Понимаете? То есть всем нужно есть. И похвала нужна. Детям нужно есть каждый день. Да? То же самое. Соответственно, если мы не получаем признание, да. То есть, естественно, дети, например, да. Очень интересный пример. Если вы их не хвалите, они найдут свое признание. Так или иначе. Не через вас, а через кого-то другого. Вот. Поэтому очень важно иметь возможность давать обратную связь о том, что они делают хорошо. Если действительно у них здорово получается, если они здорово поработали, да. Цените их помощь. Говорите им об этом. Если человек остался, допустим, на несколько часов позже, поблагодарите его. Признайте тот факт, что он это делает. Вот. И это вам окупится потом сторис. То есть просто какая культура. Вот. Поэтому люди во многом определяют и движимое, и именно признание. И хуже всего, когда они его не получают. В России, например, много таких примеров. Например, там, сделай то, что ты сказал, и мы тебя уволим. Правильно? То есть четкие инструкции идут. Особенно в крупных компаниях. Государственных компаниях. В общем, такие винтики-болтики все. Вот. Поэтому, как бы, это прямо противоположно тому, что я говорил. То есть нужно овладеть этим навыком. Навыком признания людей. Соответственно, если вы хотите клиент-ориентированных сотрудников, вы должны постоянно придумать что-то новое. Вот. Как и в коучинге. Не даже, чтобы вы прошли один курс и все стали специалистом. Нет. Мы 5 лет учимся. Разные курсы, разные там, разные преподаватели и прочее. Но если вы хотите сильных людей. То есть у нас там 200 человек в фирме. Очень важно, чтобы… И если еще ротация проходит какая-то. То есть постоянно нужно что-то новое отдавать. То есть, допустим, возьмем тот же отель «Рэддисон», к примеру. То есть у них есть программа называется «Yes, I can». Вот. То есть называется «Да, я могу». Вот. И вот я пришел, к примеру. И с этой рекламной кампанией. То есть реклама, которая называется «Да, я могу». И что? 20 лет. Одна и та же реклама. А нового ничего не происходит. Поэтому, если бы, например, я предложил Рэддисону вот эту программу и сказал, «Знаете, это единственное, что вам нужно на 20 лет. Все. То есть одна программа и 20 лет еще выше». Я думаю, что они бы очень обрадовались. Потому что таким отелям не хочется инвестировать больше и больше в своих сотрудников. Поэтому попытайтесь понять. Представьте, что вы в университете. У вас всего один курс, и все, и больше ничего нет. Ну, этого недостаточно наверняка. Правильно? То же самое и с вознаграждениями и с признаниями. В школу бы никто не ходил в таком случае. Поэтому, если вы хотите иметь клиент-ориентированного сотрудника, нужно постоянно давать им что-то новое. Понимаете? То есть как в университете. Чтобы у них не замылись. Иначе, если вы даете им все время одно и то же вознаграждение, одно и то же похвалу, они к этому привыкнут. Людям нужно что-то новое. Плюс должно быть давление, то есть давление своих же сотрудников. То есть они должны друг на друга давить, друг друга челленджить, так сказать. То есть ожидать больших результатов. И, например, когда вы уже перешли в эту культуру сервисную, и получаете потрясающую обратную связь от клиентов. Все здорово. Ведь сотрудникам нужно получать обратную связь напрямую от клиентов. То есть не только от вас, как от владельца, но и от сотрудников напрямую. То есть они должны быть мотивированы на две стороны. Да, пожалуйста. У меня зовут Катерина. У меня связано с сервисами напрямую. И меня сначала вопрос к специалистам. Те, кто считает, что в сервисе важна эмоциональная составляющая, а не только факт. И, пожалуйста, поднимайте свои руки. Те, кто считает, что эмоциональность важна. У меня такой вопрос к Джону. Скажите, вот это как в отношениях между мужчиной и женщиной. То есть есть чувство удовлетворенности, но что конкретно не… Ну, либо либо нет, но что конкретно непонятно. Вот по каким критериям оценивать сервис? На что ориентироваться и доверяется ли вы каким-то рейтингом в этой сфере? Если да, то каким? Спасибо. Как померить удовлетворенность между мужчиной и женщиной? Помогите мне. Какими рейтингами? Какой… Ну, я не знаю. Шкалу какую-нибудь изобрести? Поговорим об этом после завтра. Ну, сотрудник либо работает, либо не работает. То есть за секунду можно понять. Сразу же видно, допустим, как к нему относятся на самом деле. Уважаю внимание. Мужчина, женщина, так сказать. Это все сразу же видно. И как к сотруднику относятся, и как он относится к работе. 2-3 секунды с клиентом. Сразу же видно. И клиент сразу же видит это. Первое, что нужно сделать – научить сотрудников улыбаться. В России это происходит. Почему? Возможно, это культурная вещь. То есть, наверное, если улыбаются, значит, они не доверяют. Скорее всего. Поэтому идешь по улице, видишь, что люди, в принципе, идут и так. Ну, нет, как бы, улыбок. Все выглядят, как будто чума какая-то у нас, да. Тут, конечно, хочется, чтобы человек улыбался. Когда вы, допустим, вернетесь в офис, да. Вопрос – как вас встретить сотрудник? Они будут улыбаться или нет? Когда они друг с другом, да, они улыбаются. Когда с клиентом, такое ощущение, что мировая война началась, да. Все вас понурые. То же самое. То есть, даже если я говорю по телефону, я улыбаюсь при этом. Человек это чувствует. Вот. Поэтому думаю, ой, как это все сложно, да. Ничего не сложно, на самом деле. Поэтому хотя бы начните с простого. Пустим, улыбка. Во-вторых, если я хочу повысить качество сервиса, например. Допустим, я часто говорю, здравствуй, это Джон Шоу. С кем я говорю? Виталий, да. Виталий, спасибо большое, что пришли. Вы уже не первый раз у нас, да, раньше не забывали. Нам плевать, как зовут клиента. Почему? Ресторан, банк, отель, страховая компания, что-то еще почему-то, да. Почему-то все забывают про имена. Это очень важно. Критически важно, да. Имя, да, это то, что нас несет всю жизнь. И об этом все-то забывают. Поэтому, что можно сделать здесь? Во-первых, представляйтесь обязательно клиентам, да. Используйте имя. Свое для них, их для себя. Не знаю, сколько 20 сотрудников. Имя очень важно. Очень важно, чтобы все сотрудники использовали имена клиентов. Это очень мощный эффект. И это не сложно, это просто, это не требует инвестиций. Просто другой то, что многие люди уже не думают. Что касается сервисного стратегия. именно это сложно скопировать сложнее всего что он идиот придурок пришел в сша не разбираясь в лоунском рынке ничего не получится и естественно никто его копировать не собирался и вот в этом силы сервисной стратегии то есть у него как минимум там несколько лет за дел есть причину начнут копировать поэтому скажем так если мы с вами допустим сокращать стоимость на главный продукт на 25 процентов с первого ноября конкуренты к вам ну придут быстро да то есть они сразу же дешевле они тоже снизятся а вот сервисной стратегии это гораздо сложнее стоять первое то есть потребуется может года прежде чем до конкурента дойдет что вы сделали такого сервиса но тогда они начнут копировать у меня вопрос по поводу здесь и сейчас правда что мы верим тому что видим правильно и вот у нас сейчас перед глазами есть пара примеров я хотела бы обратить ваше внимание вот у нас есть переводчик на котором приятно смотреть вот это кастом сервис высокого уровня кто и как его мотивировал я не знаю где он научился такому body language я тоже не знаю но я вижу что это профессионал высокого класса и у нас браво джона а кто такой никита ага он ваш эмплоивый бизнес партнер да вы три раза его звали вы представляли вместе с ним какой-то продукт да его нет да да он ваш бизнес партнер кто его мотивировал откуда он взял свой бизнес в свой body language вот как вы это объясните будете вы с этим что-то делать нанимали вы его за эдитюд или за скилл я не знаю но вот то что мы наблюдаем это две большие разницы можно говорить теоретически о разных вещах но то что мы видим оно очень ярко человек нашего склада российского служить бы прислуживаться тошно мы боимся клиентам иди сюда никита из пустынь мы прячемся от клиента вот с этим я не знаю сколько лет как ваш прогноз вот сколько лет мы с этим будем жить да 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 то есть вот сделайте вы что-нибудь по поводу мотивации никита или вы выберете себе другого партнера вы будете его воспитывать или файл все никита вам капец а что я прослушал она хочет знать что нам с вами делать как вас замотивировать проблемы с мотивацией так она хочет знать что нам с вами делать как мы собираемся вас как сделать а в общем там идея была в том что я такой классный а вы бегать от людей и они пытаются что сами сделать чтобы вас замотивировать да 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 то есть понять что вас увольнять вас или так сказать вас превращайте высокомотивированного сотрудника который не боится людей и так сказать но людей я не боюсь но на самом деле наша компания она построена именно на управлении ценностями и главная ценность нашей компании это команда в первую очередь Джон говорит о том что наша компания в первую очередь любит своих сотрудников в первую очередь мы бросаем HERO мы не так часто с нами как хотелось вы отпустите нет у нас есть вопрос Александр у вас у нас мы не мое блогом коллеги я Я тоже бизнес-консультант и писатель, помогаю российским бизнесам увеличивать прибыль, отстраивая у них маркетинг и бизнес-процессы. И вот в этом контексте хотел задать два вопроса. Первый, раз я еще говорю про прибыль, насколько затратно улучшение сервиса, сколько обычно приходится компании вложить в то, чтобы сервис стал таким, с каким тебе его хотелось бы видеть? И, во-вторых, какая осупаемость этой инвестиции? И второй вопрос, исходя из своего окна, какую долю в хорошем сервисе имеет характер персонала, личность сотрудника, какую прописанную для сотрудника инструкции в данной компании и какую процедуру обучения персоналу. В принципе, 100-200 долларов на год на человека, примерно 100-200 долларов на год на человека. Продукт, которым я показал, сколько, 15 тысяч рублей, он стоит. Можно показать всем. Я думаю, что у всех есть 15 тысяч рублей, то есть 500 долларов, примерно. То есть деньги – это не проблема, на самом деле. Поэтому вопрос не в том, что я собираюсь потратить миллиарды какие-то. Нет, конечно же, другое дело, что мы можем боимся, что сотрудники уйдут. Да, мы их обучили, они ушли. Мы их обучаем, они уходят. Вот это уже другая проблема. Вот, бывает такое, знаете, к сожалению. Всех обучили, они неблагодарны и ушли. Поэтому вы должны понимать, что, поскольку вы обучите сотрудников, 20-30% уйдет, по-любому. К тому же клиенты у вас тоже не резиновые. Их не бесконечное количество. Этому очень важно, цену каждого клиента. Я не думаю, что кто-то мог бы, скажем так, у всех есть 20-30 долларов в год, правда, на человека. Это не так дорого. То есть деньги – это не проблема. В данном случае, это не какие-то миллионы долларов. То есть это не денежная проблема. Это то, что я знаю, что окупаемость, то есть ROI, да, как минимум 100%. Вот. Ну, как минимум 100% на все инвестиции, которые вы дадите. И гораздо больше. Почему я слеживаю компании во время, я вижу, что они дают потрясающий темпы роста. Колоссально лучше они производят компании, с того, как они реально это начинают делать. Вот, кстати, Amazon, например, да. Jeff Bezos, к примеру. Когда они начинали? В 95-м году. Да, у них было 20 страницов в силах. Да, и сколько у них там было, там, какие-то тысячи долларов, да, были там, сейчас у них 74 миллиарда долларов продажи. И метробанк тоже начинали, там, 40 человек, сейчас у них уже 1500 человек. Вот. И таких примеров очень много. Очень важно последовательно отрастить свой бизнес, превращаться в доминантного игрока. Вот, и развивать эту компанию, естественно, людей, и обязательно в них инвестируют. Это не какие-то колоссальные средства. Так вот, есть хорошая, плохая новость. У вас 50 сотрудников, например, да, 50 человек. А что вы думаете? Какие-то, например, в одно ухо вошло, в другое вышло, правда? Так слушаю примерно. Пришло, ушло. И может быть, там на третий только разный начинает доходить, да? Не до каждого доходят в первый раз. А это, во-первых, если сотрудник не реагирует на тренинг, да, который вы даете, тогда попробуйте ему найти карьеру у конкурента. Ну, давайте их конкурентам, таких сотрудников. Вот. То есть, очень полезно. Остальные всех нужно развивать, конечно. Те, кто готов случиться. То есть, просто так раздать книжки, мол, знаете, читаете, да? Нет. Потому что читать они сами не будут ничего. Это редко, когда человек сам не знает, что читать. Это редкость. А если вы хотите обучить, что называется, уполномочиванию, да, допустим, там, сели сотрудникам, я вас сейчас научу уполномочиванию, да? Ну, а почему вы должны верить, правда? То есть, кто вы такой, что не может верить? Самые большие косты – это именно трудовое время. У вас 50 сотрудников, да, или 5, или там 50 тысяч, ну, не важно, сколько. Как сделать так, чтобы ваше сообщение дошло как можно скорее? И до максимального количества сотрудников, да? Причем, естественно, мои программы, они все очень структурно, хорошо скомпонованы, да? То есть, мы максимальное количество контента вписываем в каждый час тренинга. Поэтому, когда мы говорим о полномочивании, вам нужна программа, которая, скажем так, дает навыки, да, которые крутятся в 80% групповой дискуссии. Есть фатсилитатор, у него есть дорожная карта, у него есть план, и он четко знает, как вести групповую дискуссию. И через групповую дискуссию, так сказать, эти навыки всасывают людьми, да? И они усиливают это практически своими примерами, все наши материалы. Вот, все наши материалы идеально упакованы для этого. Вот так это все делается. То есть, просто так отдать каждому по DVD-диску или там по книжке, ничего не произойдет. Тогда он уже начинает расти и продажа. Вот. Я поначалу, я помню, наши первые клиенты, там они растили продажные 3-4 пацаны. И они говорят, ну, хорошо, мы добавили, добились, что дальше? Просто еще, правда, как выяснилось, был какой-то курс в союзнице, получили, а у вас было хорошо, что вы спросите, что дальше? Да, я говорю, сходите еще раз. Все говорят, что, снова еще раз такой же класс? Вот, все говорят, хотят что-то новое, правильно? Никто не хочет то же самое изучать дважды. Поэтому я миллион долларов потратил на создание новых программ, новых форсов постоянно. Потому что людям постоянно нужно что-то новое. Отпочтение, как у нас нашли лифизионные партнеры в Санкт-Петербурге. То есть, он там тоже потрясающие программы дает, очень хорошо упакованы, очень качественные. Мы не можем уже задать вопрос, я бы хотел дать слово Андрею. Да, мы видим, что, я надеюсь, что этим утром мы все увидели, что качество сервиса влияет на продажи. И у нас сейчас и впереди экономика начинает работать не очень. И в любой экономике, когда начинается кризис, выдавливается как раз среднее звено. Люди, которые тратят много денег, начинают сильнее заморачиваться на качестве сервиса. И люди, которым нужно массовое вовлечение или массовые продукты, им нужно, чтобы они заботились. Поэтому большое спасибо этому шоу, за то, что уделил нам эти несколько часов. И заставил нас задуматься о том, как же это все внедрить в нашу компанию. Редактор субтитров А.Семкин